Так, надеюсь, Кирилл отбросит профессионализм и даст жареных фактов. Ну, давайте, давайте проверим. Алло. Алло, Артём, привет. Приветствую, Кирилл, как слышно? Привет, дорогой, слышно, очень хорошо, прошу простить меня за то, что не сразу был готов идти на связь. Ничего страшного, мы тут замечательно провели время и тоже ждали своего собственного курьера, так что немножко обменялись с тобой примерно одними и тем же ожиданиями. Напишите в чат, всё ли нормально по звуку, всё ли вы хорошо слышите, меня слышите, Кирилла слышите. Если всё отлично, то мы будем готовы начинать. Вот вам Кирилл, чтобы вы видели его тоже. В смысле, а, фото, не пугай меня, я не готов, что-то. Ты раздет сегодня? Ну, не настолько, не настолько не готов. Всё, все говорят, что прекрасно тебя слышат. Давай, раскрой тайну, чем ты сейчас занимаешься, потому что много вот как раз... Пока мы тебя ждали, у меня первый вопрос был, где сейчас Кирилл, чем он занимается и как ты себя чувствуешь после Локомотива? После Локомотива я чувствую, что я живу, я могу так сказать, потому что действительно у тебя открывается весь мир, и ты всё время, будучи в Локомотиве, хотел в этот мир сделать шаг, попробовать здесь, попробовать вот это, здесь обсудить, здесь почувствовать, собственно, а кто ты действительно на рынке, скажем так, а не просто у себя на минус первом этаже. И сейчас эта возможность предоставилась, и слава богу, и слава богу, что мне нравится, что воздух оказался достаточно чистым. Если конкретнее, да? Если конкретнее, ну, смотри, я занимаюсь пиаром, в том числе персональным пиаром спортсменов, занимаюсь видеопродакшеном, но сейчас, если мы говорим конкретно вот прямо здесь, сейчас, то у нас очень интересный проект, который называется Евро-2020, я там пиар-директор, я не буду углубляться там во все перипетии, где оргкомитет, где там пиар-медиа-сопровождение, где ваефа и кто с кем как взаимодействует, вот. Но, собственно, здорово, что буду работать на Евро, позапослезавтра отправляюсь в Питер. Очень рад, что удалось на проект привлечь Анну Галай, Егора-оператора, Женю Кириллова, не на постоянку, но так дистанционно, в качестве больше креативщика. Вот, поэтому будем стараться из Евро-2020 сделать какой-то, ну, относительный хотя бы праздник, потому что пока нет ощущения, что вот у нас дома международный форум, да, вот. Такого как на чем нет. Ну, понятно, почему, но будем пытаться что-то сделать. Да, ощущения предвкушения на самом деле практически нет, я помню, как перед чемпионатом мира все такие ходили заведенные, там уже за неделю, наверное, Москва полнилась различными иностранцами. Ну, понятно, что у нас в Москве в принципе нету сейчас матчей, но тем не менее как-то вот нету какого-то вот прям действительно ощущения того, что через пять дней фактически начинается Евро. Нет, нету, да, к сожалению. Ты знаешь, я, я, нету, да, мы совсем буквально вот как там неделю на этом проекте будем пытаться что-то делать. Пропал, Кирилл. То есть у тебя по всей стране африканцы и южноамериканцы, другое дело, у тебя приедут, приедут несколько ребят из Польши и Финляндии в Санкт-Петербург, да, это чуть другое. Ну да, финны в Санкт-Петербурге, это, конечно, большое чудо, никто их никогда не видел. Ну, сделаем все возможное, да. Как ты провел первую неделю после ухода из локомотива? Какие были твои мысли, чем ты занимался, чем ты думал заниматься и вообще, что происходило в твоей голове? Слушай, я так доподлинно не вспомню. Да я думаю, что мы очень много с ребятами встречались, созванивались, знаешь, мы очень много смеялись, как бы это странно не случало. И до сих пор, ну, у нас есть там много общих чатов в разных составах, и каждый раз аббревиатура ЕМВ, ну, я не помню точно, но она заставляет как-то это пережить позаново и смеяться. Ну, это как бы, ну, я говорю просто, мы-то никого не хотели бить, поэтому, ну, я надеюсь, никто не будет обижаться и ругаться, что мы смеемся, потому что, ну, да. Ну, в общем-то, неоднократно уже было сказано, что это значит на самом деле, да, поэтому. Честно, мы после очень много времени провозили друг с другом, если до этого мы провозили друг с другом, там, 24 на 7, это то, что касается больше, там, Жени Кирилла, Ани Галай, там, Жаркова, ну, то есть вот такой, чуть-чуть, именно узкой, там, при службе медиакоманды, то после мы именно все в 20-ром общались каждый день, потому что у нас как-то такое выступило ярко выраженное чувство заботы друг о друге, и вот, честно, очень, ну, много времени посвящали вместе с Николаем, так, совместно, чтобы, ну, все как-то нашли себя, обрели себя, помогали друг другу, скидали какие-то там вакансии, ну, то есть такое очень классное время, на самом деле. Закрывая конкретно эту тему, ФРЛРН из чата спрашивает, локомотив перевернутая страница или поживем-увидим? Не, вернусь, конечно. Отлично, будем ждать. Но не закрывая тему всего локомотива, у меня есть к тебе несколько конкретных вопросов по тем высказываниям, которые ты и сегодня делал, и чуть раньше делал. Почему Марко Николич топ? Ты знаешь, с первого дня, на самом деле, как Марко пришел, мне сразу стало понятно, что он топ. Не знаю. Ну, у него какой-то абсолютно всеобъемлющий подход. Он понимает деталь вообще во всем. То есть мне не нужно ему вообще даже заикаться перед Мигзоной, там, что ему сказать. Он мне говорит, я все знаю, я все понимаю. Но когда я работал с разными тренинами, я понимаю, что их понимание зачастую могут идти в разрез клубной позиции, и тому, что адекватно в той или иной ситуации сказать где-то, с точки зрения корпоративной, чтобы политкорректно звучало. У Марко там все ближайшее. И потом я просто стал обращать внимание, что человек погружается в абсолютно все. Ну, то есть, ну вот, разговор с каждым футболистом, с пониманием того, что где как, с массажистом, представитель медицинского штаба. То есть он объективно через неделю, там, уже, ну, так, Кулар, да, абсолютно там, абсолютно четко понял и, как бы, озвучивал, что должно, что хорошо, что плохо, как, на что должно быть изменено. То есть обычно там иностранцам, людям изнутри требуется очень много времени, чтобы адаптироваться и понять, что происходит. Потом не просто понять, а придумать, что нужно конкретно поменять. Марко понимал это, вот я говорю, с самого начала. Ну и плюс, повторюсь, что касается тактики, что касается анализа, ну, то есть, не знаю, для меня вообще ничего более уникального, как человек там с Баварией дома с елочкой сыграл. Ну, он это потрясающе, правда. Не знаю, то, как он выстроил тренировочный процесс, там, всех отправил там на разные части полей, в конце эти делали одно, там, нападающие другое, защитники третьи. Как бы, никто не остался в стороне. То есть, вовлеченность такая максимальная в процессе. Знаешь, я могу долго пересчитать, очень долго пересчитать. Ну, правда, я считаю, Марко топ, при том, что я изначально в Марко не верил вообще категорически. Ну, вот вообще. Я говорил, Василий Александровичу, нельзя брать Марко. Ну, что? Я говорил, это неоднократно. Я прям, ну, прям, насколько я вот мог. Ну, извините, ни на что не мог влиять, но я говорил, я не стеснялся, у меня, в общем-то, как бы, этого не было. Вот. Приятно ошибаться. Очень, да. И мы с Вадимом Лукомским обсуждали. Я просил его, там, посмотреть, какие-то там матчи Фехервара и партизаны. И Вадим говорил, ну, говорит, странно, я не томил, какого-то рисунка конкретного. И, там, я говорил, возьмите Дэдзерби, ну, что это такое, там, еще Арнеслота возьмите. Почему Марко? Ну, вот как-то Вадим был настолько уверен, что нужно взять Марко, я не знаю, почему, как он бы поверил, понял его, не знаю. Но, вот, да, я рад ошибиться. Вспомни эпизод со сборов, после которых ты понял, что вторая половина сезона пройдет гораздо лучше, чем первая. Что-то, что вот прям вот такое тебя зацепило, и ты понял, да, вот это, возможно, вторая половина пройдет хорошо. Ну, на самом деле, каждый раз ты приезжаешь на сборы, и ты веришь. Каждый раз тебе назначают главного тренера, нового, и ты веришь. Единственный раз, когда я не верил, я к Кучукану. Вот, но, я думаю, после первых уже матчей товарищеских, там, вторых, а, мы же с Истерсутом два раза играли. Первый раз мы так вату катали, а второй раз мы хорошенько прям, ну, так, отымели, да, прям вот по игре прям. Прям видно было, что мы изменили, и там, причем, там же много у человека было травмировано. Смолов, Антон Миранчук, у меня все стебуют, что у человека нет травм, ну, камон, Никита Карлицкий говорит, у него нет травм, и завтра выйдет. Я иду и ретро-анслирую, ну, что, ну, что, в чем моя вина, ну, как бы, ну, такая работа. Но Антон действительно долго переносировать найти, слава богу, то, что нашли, рано или поздно. Вопрос теперь, что с Зе, не знаю. Вот, но, так, да, и я общался с Федей, с Молу, там, с ребятами, которые стояли, смотрели, и они такие, вау. Типа никогда в жизни не видели, чтобы на сборах уже вот так с пониманием играли, уже так свежо, типа, передвигались. А потом, когда мы Краснодар отымели, уже совсем все встало на свои места. Андрей Электридсиадин спрашивает, много ли было записано интервью с игроками на последнем сборе, которые в итоге не вышли. Локаликс, в смысле? Ну, Локаликс, или, может быть, какие-то, ну, да, наверное, Локаликс, так как у нас интервью вот большие выходят в этом формате. Слушай, по-моему, мы все выдали Локаликс. Все, что записали, все выдали. Ну, там, да, по-моему, не успели поставить промо-ролик в Туле, где был промо-ролик во славу российских железных дорог, что это вот такой был мотив. А с кем из игроков Локомотива хотел бы записать, или не обязательно игроков, но кто не давался тебе в Локаликс? Ну, с Борисом Роттенбергом. Он отказывался? Ну, у нас с Бори была договоренность даже, я даже в интервью в этом говорил, что Бори сказал, что если он даст, он даст только мне, больше никому. Он понял, что с Бори хотят интервью записать вообще все и вообще. Он говорил, что он даст мне, но как только он вернется в строй, но, к сожалению, ему конкретно просто не повезло с этой инфекцией. И последующим, может быть, не особо оперативным вмешательством, может быть, не знаю. Я ушел раньше, чем Боря вылечился. Был ролик, да, Локотрейн, кажется, так вы его называли с Борей, где он разговаривал. Мы хотя бы его прямую речь услышали, не только на встрече с болельщиками. Слушай, меня Боря очень поразил, да, извините, Боря очень поразил. Он делал много правок, там, по кадрам, по всему, то есть он так с пониманием, для него это очень важно, для него правда это очень важно. Он меня прямо в этом плане удивил. Давай-ка, сегодня горячая тема, это Борис Ротенберг. Ты считаешь, нужен Ротенберг Локомотиву на полгода, и вообще в чем феномен Ротенберга? Почему он два с половиной года не играя, все равно остается в Локомотиве? Я считаю, что контракт на полгода это, в принципе, неправильно. Ну, если даешь контракт, ну, давай контракт на год. Ну, мне такая, что я... То есть, понятно, что я сказал, что Риховик у Локомотива классика подписывать контракт уже по итогам и окончания, предлагать на полгода, да. Ну, вот, в общем, здесь независимо от руководства. Вот так исторически сложилось. Но я уверен, что если игрок травмировался в команде, то игрока надо вылечить, да. Я не помню, что там было. По-моему, Арсенал Косорлу вылечил, и только потом уже, как свободный агент, он ушел. Ушел или Реал, зря ушел, на мой взгляд, надо было поверить человеку контракт, или хотя бы сбору дать пройти. Но они человека долечили там два года. Мне кажется, здесь все правильно. Ну, Селюк уже высказался, да, что выступили в стиле Барселоны, в стиле топ-клубов, долечить Ротенберга, и после этого только уже думать, что с ним дальше делать. Кто я, чтобы комментирую слова Селюка? Так, тут еще вопрос от Игоренто. Не знаю, сможешь ли ты что-то сказать. Что было с Красножаном, и кого видел своим преемником, Палыч, Ласькова или Пашинина? Я при Красножане не работал. Ничего не могу сказать, в рекучуке я пришел. Кого видел Палыч? Ну, поначалу Палыч, мне кажется, все-таки больше доверял Юрию Михайловичу Батуренко. Потом уже Алексей Алексеевич, мне кажется, получил заслуженный кредит доверия. И у него, конечно, есть потенциал с так главным. Я не знаю доподлинно, какие у него амбиции, мы с ним это не обсуждали. Что у него, по состоянию, я слышал примерно уже, что его. Давай тогда еще немножко про Палыча. Насколько я знаю, у вас хорошие отношения с Юрием Палычем. И не только у тебя, а у всей команды пресс-службы. Палыч, какие были твои эмоции тогда, год назад, когда ты узнал, и то, как ты узнал вообще, как все это происходило, когда его снимали? Слушай, его сняли 14 мая в мой день рождения. Хороший подарок тебе в соцсети. Да, да, да. Но меня и поздравляли, мне и поздравляли очень большое количество людей. Но и нахуй меня славили очень большое количество людей. Там пропорции равны примерно были. Слушай, ну это, да, это интересный опыт. Ну ты знаешь, я как-то не обижался, не расстраивался. Я повторюсь, я знаю, что у меня с Палычем, я знаю, о чем мы говорили, я знаю, вот о чем мы так давно созванивались. А что, ну, в общем, нормальность, недавно говорил. Ну, для меня это как-то важнее, поэтому я так скажу. Если бы я реагировал на весь, на все посылы, но... Я говорю, я не считаю, что люди, как бы, здесь неправы, и ни в коем случае. Люди просто анализируют ту информацию, которая до них доходит. Если бы до меня доходила там какая-то информация, я бы, может быть, тоже сделал вывод, что Брейда мудак. Ну, какой смысл у меня углубляться? Пошел бы я с этим мнением к самому Брейду или в соцсети, очевидно, обладая там процентом вводных, не знаю. Но здесь как бы, да. Ну я больше не про соцсети, а вот интересует, конечно, больше внутренняя кухня. Но внутренняя... Что вы планировали, как вы, как ты отстаивал какую-то точку зрения, или вы изначально планировали вот сделать уход Палыча, да, когда вот поставили перед фактом, сделать вот таким, какой он получился? Или, ну, какие вообще процессы в тот момент происходили? Потому что все это, конечно, тайно покрытое мраком, и очень хочется понять, как случилось то, что случилось. Не знаю, может, я не прав в той ситуации, когда уже столько ушат помоев, вылета, все равно продолжать какие-то корпоративные правила соблюдать. Но понятно, что, ну, понятно, что я не идиот, и никто из нас не идиоты. И, ну, если мы же там столько лет делали, ну, реально классный, качественный контент, а вдруг мы... Ну, 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 это же смешно. Ну, то, что мы не можем сказать Палычу спасибо, ну, это смешно, правильно? Ну, так вот, давайте здесь здраво рассуждать. Понятно, что в ППХ там что-то Вася написал там текст про кубки Палыча, понятно, что тут, ну, как что-то адекватное. Но у них прям вот как бы в моменте, что что-то произошло, и уход, ну, как мы все понимаем, он стал не добрым, а конфликтным. И, в общем-то, ну, я могу что-то опубликовать без ведома высшестоящего руководства только в своих спорте. Ну, а потом, а потом, ну, и все. И в итоге получилось, что, ну, первое, что я сказал, ни в коем случае нельзя быть Спартаком, как когда он прощался со стадионом с Каррерой, да? Ну, вот, в итоге так и получилось. И потом, ну, конечно, очень сильно все переживали. Ну, блядь, это самое ужасное, это знаешь, ты во сне такой бежишь, что-то за тобой бежит маньяк какой-нибудь. С телефоном и странными вопросами. А ты орешь, а голоса нет. И так и здесь. Ну, ты вроде понимаешь, но... А потом мы уже просто, ну, мы уже настолько просто, ну, надо, ну, надо, ну, 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 и вот мы пришли к тому, что в последний день контракта можно. А дальше мы перестарались. Ну, там есть один человек, он посоветовал вот такой план, я бежал, ну, а что, две недели молчать и последний день сделать один пост. Ну, и что, это сильно лучше. Я, правда, я не знаю. Ну, ситуация, в которой нет идеального решения, нет правильного решения. Любое решение, которое ты принимаешь, это плохое решение, понимаю. Данилу Ксулоко, какие особенности в работе были при разных президентах? Ты заставил трех, давай трех и проговорим. Четырех даже. Четырех, а, четырех, да. Я при Ольге Юрьевне, я не готов что-то говорить, потому что мы с ней, ну, напрямую-то не работали. С ней работал Денис Новоселов, и я так понимал, что там было жестко, ультимативно и без рядов. Дискуссий не было. Вот. Что еще? Ну, смотри, говорят, при Ольге Юрьевне все сотрудники были счастливы, никого не обижали, все было прям хорошо, четко выстроено. Правда ли это? Да. Я считаю, были, ну, я считаю, что не на максимум работал отдел маркетинга, безусловно. Он был просто, ну, там, может быть, руководил, ну, то есть там работали все те же ребята, Таня Козлова, там, Саша Корягин, который позже передашь Спивак и Геркуши, соответственно, сделали крутейший, крутейший маркетинг, да. А, соответственно, там, видимо, руководили именно не совсем в должной мере. Но то, что там все, то, что в клубе все было структуризировано по полочкам, понятно, без каких-то адских там геморроев, согласований, там, слушай, Эпкина, одну тысячу рублей, это должна пройти 3-х инстанция, ты в итоге платишь подрядчикам и своих денег ждешь, когда тебе, ну, потому что неудобно перед людьми, то есть, при, ну, там, при Лиле Леонидовиче, как бы, мне казалось, задвоение функций было очевидное тоже, и тоже так, как бы, люди очень сильно сталкивались друг с другом в клубе. Ну, при Василии Александровиче, говорю, было, в общем-то, ну, столько этапов согласования и вопросов, зачем, что, ну, уже невозможно отвечать был на вопрос. Ну, здесь прикажем свое, ну, то есть. Ну, давай, вот, кратко, очень кратко характеризуем каждого из президентов, вот именно с точки зрения того, как работала пресс-служба при нем, и как строилась работа при нем. При Илье Леонидовиче ты уходил из локомотива, что ты можешь об этом сказать? Ну, при Илье Леонидовиче я уже в локомотиве работал, я не в пресс-службе работал, потом был там, да, у меня в локомотиве с Бодровым, я занимался с людьми, я бы понимали с Жарком, что, в общем-то, нужно как-то развивать, вот. Ну, Бодров, на самом деле, профессионал своего дела, то, что касается пресс-службы, работать со СМИ, на мой взгляд, он все-таки человек, там, мне кажется, чуть-чуть легкий, вот, как вот именно креатива такого современного, диджитального, то, что касается, видеоконтента, но он может делегировать. Какой-то момент у нас с ним получилось как-то так, что, ну, как-то зажал, прижал, не знаю, я не хочу выносить, правда. Окей, я тебя не прошу выносить, я тебя хочу, я тебя прошу охарактеризовать президентов, вот, как ты их видишь, вот, как они тебе запомнились, президентов, да, Бодрова я тебя не прошу охарактеризовывать. Хорошо, но я считаю, что Леонидович, ну, по порядку, да, с Леонидом, во-первых, так, Ольга Юрьевна, она очень сильная, энергия просто нереальная, ну, просто нереальная энергия, ну, это такая мощь, вот точно такая же нереальная мощь у Кикназа, ну, это просто, ну, понимаешь, ну, ты должен научиться разговаривать, это правда мощно, да. У Леонидовича, он очень умный, очень мудрый человек, у него энергия бессонна есть, у него чуть другая, у него такая интеллигентная, такая, такая спокойная, такая, немножко нудочке снобизма, безусловно, но тоже приятно, они все очень интересные люди, все очень интересные люди. Про Леонидовича что-нибудь скажешь? Ну, я думаю, что Владимир Валерьевич, он просто так, мне кажется, чуть меньший объем с управленческой точки зрения покрывает, ну, правда, мы несложно, сложно сказать, да, ну, мы просто недостаточно работаем, ну, такой человек рассудительный, очень спокойный, очень хорошо говорит, должен, должен прекрасно понимать, что нужно футболисту, футболисту, ну, а дальше вопрос реализации, не знаю, нет, ни мне, ни сейчас об этом говорить. Окей, давай, последний, наверное, вопрос на эту тему, тяжело ли тебе давались встречи болельщиков с кикнадзе? Встреча с болельщиками, это, конечно, отдельная песня была. Да, ну, конечно, ну, конечно, это месиво было, ну, что можно, ну, правда, было тяжело, это было очень тяжело, но я, на самом деле, я не могу сказать, что это было уникальное, ну, то есть, я делал то, что я делал, что я делал, что я делал, я задал вопросы, старался попал и направлять, не потехал по направлениям отвечающих. Посчитаешь, была своя позиция, он с ней встал и пошел. Но дальше моя позиция, это просто слушать от футболистов, что, типа, что за бред происходит, как бы, и такой, ну, типа, ну, ребят, ну, придется, придется это пережить. Ну, да, я в этой ситуации не мог не сделать ничего, ни лучше, хуже мог, я думаю, лучше, не знаю, не хочу заниматься самовосхвалением, но что я мог сделать лучше, не знаю. Ну, ну, да, ну, так вот, ну. Давай отойдем от этих скользких тем. Ты сегодня написал то, что надо сохранить Иосифа, почему? Ну, потому что, на мой взгляд, зимой три абсолютно лучших игрока, это были Иосиф, Игнатьев и Мухин. Я не понимаю, как можно летом распрощаться с тремя. Чем тебя поразил Иосифов? Потому что, ну, я понимаю, да, вот он там бегал, забивал и голевые передачи отдавал, но в Казанке это был, ну, достаточно блеклый футболист, и у него там 0 плюс 0 было, и, ну, сколько мы уже видели вот этих вот молодых ребят, которые выбегали, что-то делали, пример Галаджана, который там становился лучшим бомбардиром на сборах, а дальше просто, ну, не могут сделать шаг. Чем тебя все-таки поразил Никита? Ну, то, что Галаджан забил в каких-то матчах товарищеских, да, это поверхностная оттенка. То, что Иосифов, кстати говоря, в свое время, вспоминая, когда все выделили Тугрева, я разговаривал Денису Викторовичу Клюеву, он говорил, ну, типа, Рома, это, конечно, хорошо, но заиграет Ревчинский. Денис Викторович очень мудрый тренер-человек оказался прав, вновь. А что касается Иосифов, ты знаешь, я чуть, я не так много Казанка смотрел, вот так, как бы, созыва Иосифа, правда, не потому, что времени, правда, не хватало, но только, когда я видел Иосифов здесь, мне казалось, что он все круто делает, и в финальной стадии он тоже все правильно делает. Просто там, на молодежном уровне, нападающие, партнеры, они играют еще в молодежный пубол, а он делал то, что, где нападающий, настоящий, но ему нужно пойти, куда ему нужно, что она кажется, и когда вот на сборах он заиграл, он действительно просто вот встал, он обыграл всех подряд, он позвонки выкручивал в Чорлуке, ну, этот человек просто, ну, я честно, то есть, я сам что-то понимаю в футболе, на мой взгляд, и, ну, могу сейчас откровенно сказать, что разговаривая с Марком, Марком сразу сказал, что Мухиноси, говорит, это лидера, на который расстроит локомотив, говорит, они через год будут лидерами сборной, ну, то есть, я, ну, я думаю, ну, мне достаточно своего мнения, Марк. То, что полгода Иосифов нигде ничего не делал, и, ну, был вот этот вот момент, то, что он может уйти, ну, вот, ничего не значит, да, все равно надо возвращать, все равно надо подписывать контракт и простить пацана мелкого, или, может быть, локомотив неправильно поступал в эту ситуацию. Ну, АЦ-агент это неправильно, те условия, которые я слышал, они действительно были спорные, в частности, по долгосрочности контракта. Он был слишком краткосрочный, насколько я понимаю, по их желанию. Но я здесь, я всегда в данном случае предпочитаю и ругать клуб, и хвалить клуб. Клуб большой, клуб сильный, клуб с деньгами, клуб с игроками, клуб с возможностями. Клуб должен договориться, клуб. Иосифов, ну, окей, но клуб должен договориться, клуб не должен потерять игрока, клуб должен найти игрока, клуб должен помириться с болельщиками, это всегда-всегда клуб, всегда. И в конфликте, например, с Морозкой, с болельщиками, и в последнем, ну, виноват у тебя клуб. Ну, как бы, ты сильный, ты большой, ты определяешь, ты ведущий. Значит, ты, ты должен искать подход, ты должен искать компромисс. Потому что, ну, как бы, и в случае с Хвичи, клуб виноват, и Мамука агент, и Хвичи не может в рот открыть, и все, что, клуб виноват. Сейчас, клуб, клуб всегда, на мой взгляд, имеет больше возможностей, поэтому с него и спрос. Я уже представляю, как некоторые телеграм-каналы вырезают конкретно вот эту вот часть, где ты кричишь, что клуб виноват, и дублируют у себя. Ну, я не хотел бы этого, но я говорю о том, что не клуб виноват, а клуб ответственный. Клуб и прав, но клуб ведущий, то есть, от него нужно наталкивать. То есть, например, там, мы всегда там, в футболабс, команды, болеющие команды, да, вот, я там тренировка с контракт с клубом, или клуб подписал контракт с игроком. Но там могут быть моменты, связанные с каким-то там популизмом, что здесь, давайте скажем, там, что ты встречаешь именно болельщиков в первую очередь с клубом, а здесь вот ты что, игрок, вот, да. Но если Аликтина говорит, ну, клуб это махина. Я, в принципе, согласен с тобой, тоже эту точку зрения пропагандировал. Давай на сегодня тогда тему локомотива пока подприкроем, потом, если она всплывет где-нибудь, когда мы будем про сборную России говорить, тогда уже вернемся. Давай про чемпионат Европы поговорим. Какой чемпионат Европы стал для тебя первым? Помнишь ли ты свои впечатления и, в целом, как ты относишься к чемпионатам Европы, к таким крупным турнирам? Вот какие у тебя воспоминания из детства? Слушай, на самом деле достаточно поздно стал смотреть футбол, потому что мне ни папа, ни мама, ни никто не приучали, только вот дедушка. И, наверное, у меня был первый чемпионат 2002, а первый чемпионат 2002 – 2004. Это в Португалии, Ротейро, то есть, наверное, тоже поздно для большинства. Мне было уже 12, но вот помню я его хорошо. А, нет, значит, я помню еще, да, 2000-й финал, золотой мяч, трасса Гиби, вот это 2-1. Но там не готов финал. А 2004-й помню уже идеально. Ну, тогда ты ответил на вопрос Игоря Рента, который тебя как раз про Евро-2000 спрашивал, смотрел ли тот турнир и симпатизировал ли кому-то. Окей, Евро-2004. Евро-2004 за кого болел? Самые яркие впечатления, что тебе оттуда твоему 12-летнему взору запомнилось? Запомнился Калинько и немцы, которые не могли обыграть Латвию. Запомнился Валентин Иванов, раздавший 14 желтых карточек, какие-то стали вторыми и красными. Запомнился матч сумасшедшим, по-моему, Швеция-Нидерланды, если не ошибаюсь, 2-2. Да, что-то там яркая была такая перестрелка. И много перекладин очень было в том матче, насколько я помню. Запомнилась, как скандинавы в последнем туре сыграли договорников, как вару не пустили Итальян. Да, это классика договорников на чемпионатах. Да, очень запомнилась, как для меня, как для пацана было противостояние. Вот, Бэхом против Зидана, Англия против Франции на групповой стадии. Кто же круче? Кто же круче? И Бэхом 1-0, не веря, что после 9 минут Зидан двушку завалил, в том числе штрафной Дэвид Джеймсу, да, и все, и круче оказался. Ну, ты слышишь, яркий турнир, очень многое воспоминаю. Мне кажется, более поздних турниров при Евро, у меня так столько восприятия не наберется. Ну, вот в чате немножко другое мнение. Говорят, что 2004-й был достаточно скучный. И у меня, например, самое, наверное, яркое впечатление от Евро 2004, это финальный матч, который я очень ждал, очень ждал, очень ждал, и в итоге уснул во втором тайме, проснулся, и греки победили. Вот это вот, наверное, самое мое яркое впечатление от того матча. Ну, на финал часто люди спят, это нормально. Ну, греки, это тоже впечатление. Ну, не знаю, Рикарду, который снял от перчатки, и потом еще последнее решающее завалило, тоже впечатление? Безусловно, это вот, наверное, мое второе впечатление от всего того турнира, это Рикарду, который взял пенальти и забил пенальти. Это почти как... А Кереченко, а Кереченко самый быстрый мяч. А Булликин мне, когда советник Локомотива забил. Это самый лучший турнир. Ну, да, это победа над будущими чемпионами Европы. Это, безусловно, важная веха в истории сборной России. Как тебе, кстати, та сборная России? И в целом, болел ли ты уже на тот момент, например, за Локомотив? Отмечал ли ты Локомотивцев в этой сборной? Да, в частности, Овчинникова. Да, я болел за Локомотив, я все каждый раз путаю по матчу то ли 99, то ли 2000, я думал, вот тогда какой-то такой окончательный рубеж. На Евро уже, конечно, точно. Овчинникова, я вообще переживал за него, за вот это отсутствие красной карточки, не трогал мяч рукой. Не было там этого. Да, но вообще сборная играла отвратительно. Насколько я помню, Португалия, Испания, это просто такое, ну, дрочевое было. За кого болел ты, в принципе? Какие у тебя симпатии есть на европейской арене? Они обычно длятся не только на одном чемпионате Европы, но проносятся с годами. Я тогда точно болел за Италию, за Скоро Дрозуру и за Голландию. Почему? Чем тебя привлекали эти сборные? Довольно разные, кстати, сборные. Слушай, у меня дедушка священник, и мне кажется, что когда-то вот так тогда от него пошло, что вот Италия, там Папа Римский, и я в этом увидел что-то вот такое благородное, благодатное, что мне нравится. Я болел за Италию. И вообще мне с детства, ну, мне нравится Италия. И я и сейчас каждый раз мечтаю об Италии, и жить там мечтаю, ну, люблю я и так. Вот как-то вот с детства, как что-то, я не знаю, какие-то, что-то вот у меня там, не знаю. У меня мой любимый фестиваль по музыке, это Sanremo, понимаешь? Я, то есть, не знаю, там Папа у меня занимался в детстве какими-то там итальянским общепитом, и я все время слышал вот эти вот все исполнители эстрадных. Надеюсь, ты радовался после последнего Евровидения? Я не смотрел. Ну, слава богу, потому что, типа, что превратилась Италия, то, что это за чмошник. О, осуждаю. Окей, чемпионат Европы или чемпионат мира? Ну, чемпионат мира, мне же не сравнивало. Ну, чисто для тебя, какой ивент всемирный, всеевропейский, футбольный более интересный по зрелищу и более сильный по составу участников? Ну, если мы говорим о концентрации силы, то, конечно, Евро в нормальном формате 16 команд сильнее чемпионата мира, куда периодически отбирается там тренинг до бага. Хотя мы помним, как сборная Англии мучилась тренинг до бага и, в общем-то, или помним, как Коста-Рика выиграла группу смерти на чемпионате мира, да? Но можно ли говорить, что эта концентрация силы приводит к более высококачественному футболу? Нет, потому что футбол сборных, в принципе, очень слабый. И я полностью согласен здесь с, не помню, кто сказал, Сари, по-моему, сказал, и Бьелса сказал, что я вообще не смотрю турниры сборных, потому что я как болельщик не смотрю, а как тренер мне там нечего пощернуть. Потому что, ну, что можно сделать за месяц? То есть все очень любят обсуждать Черчесова, и его мне тоже не нравится. Ну, это, ну, как бы лично, это просто моя позиция болельщиков. Но требовать от какого-то там выдающегося футбола, ну, как можно? У тебя есть месяц, что за этот месяц, и тебя спросят за результат. Единственное, что ты можешь сделать, заставить их бегать. Вот мы бегали за мячом на чемпионате мира так успешно, что вышли в четвертый финал. Ну, конечно, я бы тоже хотел, чтобы мы играли, как на Евро в 2008, или как мы потом играли отбор при адвокате. Ну, по сути, по сути, Евро в 2008, это же тоже была чисто физика, и Хидинг сам тоже много раз говорил о том, что вот он смог команду подготовить физически и вывести ее на пик формы вот к этому. И они стали играть в тот футбол, который они играли, благодаря тому, что сделал Хидинг именно в основном с физической формы. Ничего такого принципиально крутого они, да, там, внезапно в Барселону они не превратились. Ну, да, физика, да, но штаб Хидинга сумел подвести в команду на пиковой физике, и после этого мы реально круто играли в футбол. Ну, смотри, хайлайты матча с Нидерландой, мы создавали моменты, мы играли в центре поля, был Зарянов, Симшов, Симак. Ну, блин, это же три мозга, ни одного опорника, это, ну, мы играли в футбол, это наша сбора чемпионата мира, мы бегали за мячом, правильно? Ну, снабдом в большинстве матчей, в которых нам противостояли соперники, которые тоже понимают, что такое футбол. Ну, это немножко другое уже, видишь? Согласен. Евро-2008 вообще, в принципе, что для тебя, как ты уже, ну, у тебя уже побольше лет, ты уже чуть больше, наверное, увлекаешься футболом, и в целом, наверное, это был бум, боление за сборную России, и в целом, любви к сборной России. А у тебя как? Евро-2008, да. Я смотрел футбол у двух девочек даже в квартире, я так-так-так, думал, ничего себе, как можно. И это была Голландия, и мы выиграли, потом пошли на улицу. Вот. Ну, как, слушай, ну, это круто было, просто фантастика. То, как мы играли. Я, честно говоря, даже параллельно упускаю что-то, что там было в других группах сейчас, так сходу не могу вспомнить. Ну, потому что, наверное, Россия, это было самое яркое впечатление от всего того, что там происходило. Да, тебе не приходится следить за чем-то еще, да, да. Да, по-моему, там была очень крутая группа, где была Франция, Нидерланды, Румыния, и кто-то четвертый мощный, тоже Италия, по-моему, да? Ну, не скажу тебе, естественно. Там Джованни, Джованни Ван Бронхорс, совсем, в девятку с 30 метра дал 4-1, голландцы выиграли. У кого-то топового типа Франции, вот насколько я помню. Честно говоря, достаточно мне тяжело даются вот в таких вот плотных соревнованиях, как чемпионат мира и чемпионат Европы, особенно тех, которые состоялись достаточно давно. Но они как-то все у меня в один большой комок сплетаются, и ты уже, на каком это было чемпионате Европы? А что это был за матч? Это они сыграли на чемпионате мира или на чемпионате Европы? Или вот, я более-менее помню, да, там ближе к финалу, потому что, ну, уже реально прям самые яркие, самые невероятные вещи происходили там. Но вот групповые этапы, да, в какой-то момент, конечно, там супер-классные вещи происходят, невероятные галы забиваются, невероятные интриги там получаются, кто-то там на последней минуте забивает. Но по прошествии лет почему-то это все очень из головы ветривается, и остаются только вот такие вот яркие-яркие эпизоды. И про Евро-2008, ну, наверное, яркий эпизод, это все-таки сборная России, да, даже, ну, чемпион Испания, которая там всех вынесла, не особо замечая, как-то вообще уже не вспоминается, что там происходило, кто там забивал у них. Да, ну, слушай, у меня какие-то отрывки есть, что вот я помню, не знаю, почему не значим, не значим, ну, вот помню, да, вот почему я Калинько помню, не знаю, но для меня это какое-то влияние оказало. Я из той Латвии помню Мариса Верпаковскиса, который щеголял... Ой, да, он даже, по-моему, один на один еще умудрился тогда выйти, но не забил, да, по-моему, что-то такое было. Ну, что-то подобное, но у меня он, конечно, больше своей замечательной прической запомнился, которую я пытался потом повторить на выпускном, собственно, поэтому он и запомнился мне. Но это не худшая прическа, я тогда... К счастью, да, к счастью, мой выпускной состоялся на два года позже, чем Роналду, повезло, повезло. Слушай, я тогда повторял прическу Дэвида Бэхэма, у него такой был маленький ирокез такой, но очень правильный, очень такой, ну, интеллигентный, как бы, если так можно сказать, потому что сейчас ирокезы, как у Неймара, они такие петушины какие-то здоровые, да, ну, ну... Мне нравится. Я могу сказать, что у тебя чувство икон стиля лучше, чем у меня, ты выбрал Бэхэма, я выбрал Верпаковскиса. Да, и знаешь, я тогда брал сахар, налил стакан водички, и разводил сахар, и я его ломался, что на них стоял. Ну, неплохо. Да, 2012-й, Россия с адвокатом, и в целом, что, как вообще? Мне почему-то, вот, наверное, 12-й год наименее вообще каких-то впечатлений оставил. У меня, наверное, самое большое количество впечатлений было оттуда, потому что я был на Евро. Я поехал во Вроцлав, где мы вынесли чехов 4-1, и это было что-то нереальное, как Павличенко там устроил феерию дриблинга, просто в штрафное чеху в ближние 9 засадил. Ну, это было круто, причем еще 2-1, вроде ничего не предполагалось, что так все закончится, ну, вот, класс. И потом я сел на поезд из Вроцлава, который из Вроцлава шел куда-то далеко, чуть ли не в Москву, да, возвращал фанатов, там был какой-то прямой поезд, насколько я помню, могу ошибаться. Но мне нужно было выйти в Варшаве, а мои друзья, которые мы снимаем квартиру, они только должны были подъехать сюда, в Варшаву, потому что они были там на свадьбе у своего друга где-то. И я сел, значит, в вагон и в купе там с другими ребятами, а они ехали в Москву, и мы начали пить пиво Зубар, водку тоже местную. Ужас! И у меня еще была неокрепшая печень, это сейчас после локомотива, понятно, можно пить сколько угодно. А тогда мне было тяжело. И в итоге, значит, и они такие, так, черт, ребята, а почему мы едем-то в Москву? У нас уже в Варшаве. Он начал звонить жене, жена сказала, что, охренел, езжай домой. Он выбросил телефон в окно. Это было очень весело, и в итоге чудом каким-то в 6 утра я проснулся, потому что захотел, извините, ну, как бы, мне тошнило, а я проснулся аккуратно на станции Варшаве и успел выбежать. Вот. И потом я уснул на вокзале, и владелец квартиры, ну, очевидно, понял, кто к нему едет в квартиру. Яркие воспоминания настоящего болельщика. Да, да. И потом, значит, и мы болели, и из Польши все круто было, и марш, и, ну, там, с приключениями негативными, да. Но это было очень эмоционально, ты находишься там, это был реально праздник, там были очень крутые фан-зоны, никакого ковида, никакой социальной дистанции, там, европейцы, там, в Варшаве было много классных матчей. И потом решающий матч, у нас мысли не было, что сейчас закончится, мы продлили квартиру, мы там, ну, в общем-то, много чего сделали, чтобы не возвращаться, чтобы дальше отправиться в плей-офф, и тут мы просрали грекам. И такое опустошение было. По сути-то Россия же на том евро, ну, не играла плохо, она играла, ну, даже хорошо местами, по крайней мере. Но при этом разочарование было какое-то, ну, достаточно сильное у людей было разочарование, тем более, что и до этого тоже были неприятные ситуации со сборной, которая не вышла на чемпионат мира и все такое. И вот как-то вот после этого, как мне кажется, случился вот этот вот большой слом отношения к сборной России в России, собственно говоря. Да, а тогда же еще и вытянули вот это ваши ожидания, это ваши проблемы. И вроде сейчас в заднем умом понимают, до чего докопали до человека, ну, реально провокация. Ну, как еще можно, ну, я сейчас проработал шесть лет в клубе, я понимаю, что каждый игрок в этой ситуации имел полное право отойти так и был прав. Другое дело, что ты должен понимать, как устроены медиа, я считаю, что та ситуация была для этого не идеальна. Но, не знаю, тогда мне прям вот насрали в душу, повторюсь, мы ходили с друзьями разочарованные, мы ходили по зоне, сидели, смотрели всякие. А, я же, вот, тогда же были матчи сборной Хорватии, да, и правда тренировался Славин Бирич, а мы уже знаем, что Славин Бирич придет. Официально объявили еще до чемпионата Рима. Да, и я так был в Гор Славина, у меня два друга были мясные, я такой, смотрите, какой рок-н-ролльщик, ну, что, выкусили. Вот, прям круто было, прям гордился я корватами. Вот, но... Сочувствую, сочувствую. Евро-16. Евро-16. Что такое Евро-16, это где-то, что? Ты уже активно был в Локомотиве, правильно, понимаю, и тебе уже было не до сборных. Не, просто напомню, я еще на секунду тут уплю. Ну, Евро-16, это Евро, в котором Эдер забил золотой гол и сделал Португальский. Да, я был на велодроме, на ночной России, Англии. Вот, я не знаю, слушай, у меня вот друг как раз-таки мясной, у него там отец давно в Испании живет, и мы из Испании поехали, как раз, на Марсель, и мы как-то вот, так знаешь, умудрились приехать и пройти, что мы миновали вообще все конфликты, вообще все разборки, и мы потом читали такие, ничего себе, это же было прямо здесь, это ниже кофе-гей, что-то, так, смотри, там витрины, стулья валяются, так, бред, ну, и мы так начинали, и мы так листаем на вас турент, чемпионат такие, ничего себе здесь то, что такое, что было. Вот, ну, ты знаешь, круто был, я помню этот штрафной, да, который забил Эрик Дайр, если не ошибаюсь, да, мне кажется, что, ну, там, в принципе, когда Игорь Акенфеев такой ситуации, там, на ворот стоит, может, нам просто попасть в 9, да, потому что он в одну сторону не прыгает, вот, это было обидно, причем он так круто тащил, вот, понимаешь, вот, внизу достал от Киена, перекладин, но ведь не проиграли. Но ведь не проиграли, нет, было очень круто, мне очень, по эмоциям не очень понравилось, но, не, ну, Евро-то не удался, что-то вспоминается. Очень сильно не удался, я бы сказал. Да, мне кажется, вообще, тот Евро, это нужно, ну, начально, мы же, у нас сломался кто, Игорь Денисов сломался, да, сломался Загоев, я правильно помню? У нас мы остались вообще без центрополя. Но в случае с Игорем Денисовым никогда нельзя быть уверенным. Сломался. Да, но тогда, да, просто, да, сломался-то, да, мы же помним, что на глазах... Зато в случае с Загоевым всегда можно быть уверенным. Согласен. И мы в итоге выходим с великой, значит, атакой Космодзю и с центрополя Нойштедер, значит, я вот, я вот, я в сколько с вами, знаешь, внутри не понимаю, как человек в Бундеслиге, в Шальке, не этом Шальке, в том Шальке успешно играл, ну, правда, непонятно. И, и Головин. На тот момент, 16-17-летний, сколько там было мальчика, и мы, значит, защитники выбили вперед, там, Космодзю, ну, да, это изначально без шансов. И, на самом деле, тогда очень показательный Евро, что мы же, у нас ничего, не было каких-то предпосылок, и вдруг в 2008-м случилось чудо. Мы вдруг стали играть в футбол, переиграли Нидерланды, переиграли реально бомбаски, нам все писали, что мы вообще гении. Потом мы сохранили на отбор это, потом мы играли там уверенно с немцами в отборе, потом из хитинга все пересекло, несмотря, окей, Морибулл разовая, разовая, и потом в следующий отбор тоже классно играли, хороший футбол, прям Италию выносили 3-0, Чеги 4-1, все, Евро. А потом капелла как бы чуть-чуть другой футбол, совсем другой футбол, но мы еще не понимаем, что мы говно. Мы просто считаем, что мы играем по-другому. Мы просто играем так, ну вот у нас Катеначо, да, Катеначо, и широкий вводит Киржакова один на один, он кладет, все, ну мы окей, играем в Катеначо, не вопрос. И потом, значит, так, инфеев, ну окей, ну разово лажанули, сами этот бедный Саши не забивал жиры, потом переживал полгода, тоже рефлексировал, невозможно было смотреть. ну и понятно. А вот тут именно, вот дальше, а там как раз вот, а нет, я уже перепрыгнул, да? Нет, перепрыгнул, да. После 14-го случился, 16-й, все правильно. 16-й, ну вот, да, 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 короче, вот тут в основном момент, мы почему тогда еще думали, что мы должны обыгрывать этот УС, мы должны обыгрывать Словакию, и вдруг вот резко, вот давайте посмотрим правду в глаза, мы их с вами снимем, говно, абсолютно выдающиеся справедливые слова Леониду Викторовичу, которая, ну, подождаем, если мы не знаем игроков сборной какой-то, это не значит, что мы сильнее. Вот правда, вот вообще, да? За пределами сборной России что тебе запомнилось? И каковы были твои эмоции, когда ты узнал, что в Локомотив приходит ЭДР? А потом Жоу Марио. Два чемпиона Европы, на секундочку. Ну, я не был рад. Ну, потому что я, как бы, так, неплохо в футболе разбираюсь, и я помню, что ЭДР, в общем-то, в Лиле неплохо, а потом, я помню, я просто очень внимательно слежу, и он там был заменой Вилфрода Бонии в Смонзе, и он 17 матч выходил на замену, и он, 17 матч, ну, у него статистика была уровня Кокорина в Юрентине, и я понимал, что человек, ну, он не забивной, понятно, что он не забивной, он не может никак основным, и у нас так и не было забивного нападающего, я правильно же помню, у нас Фарфан вдруг неожиданным стал, да? Ну, да у нас, собственно, сломался Ари, на его место долго искали замену, что-то Дзюба, что-то не Дзюба, потом вдруг решили, что не Дзюба, все-таки ЭДР, да, в последний момент взяли в аренду, и оказалось, ну, давай Фарфан. ЭДР потрясающий, да, ЭДР потрясающий, он очень классный, он очень умный, у него, он знает там 6 или 7 языков, как его супруга, потрясающая семья, он очень интеллигентный, очень образованный, он никогда не кидал со съемками, там выручал в самых тяжелых ситуациях, ну, ну, просто красавец, то есть, ну, просто вот, ну, очень крутой, очень интеллигентный, очень эрудированный, вот, да, ну, понятно, что он просто не остановит в центре форума, он выходит, он делает свою работу, ни в коем случае, не знаю, его хейтить, да, как бы, здесь к нему вопросов не может быть, да, то есть, из же ума паре тоже не было, потому что, я так скажу, когда, помнишь, вот тот самый Ерош, такой, когда Португалия выиграл. Да. Я посмотрел первый матч, он посмотрел второй матч, я другу говорю, слушай, я говорю, я сейчас все ставки буду делать вообще против Португалии, потому что команда, в которой десятый номер Жоа Марио не способен выиграть ничего. Вот. Ну, ты, либо хороший ставочник, либо хороший прогнозист, не знаю, в итоге. Да, но непонятно, да, но до сих пор загадка, то есть, ну, как загадка, они пять ничьих сыграют на этом турнире, да, и, но Жоа объективно, у него, ну, удара нет, паса разрезающего нет, видения нет, он может так спокойно, секси, так не спеша, такое стерильное владение, поиграть с ближним, там, окей, да, но это, как бы не, в чемпионате России нужен человек, который возьмет, протащит, пробьет, такой, мама, промес, это, а не вот это вот возня, поэтому, как бы я не верил изначально. окей, я понимал, что 40 миллионов интер, это главный развод вообще, презентации, зато Жоа Марио, это, наверное, самая крутая презентация новичка, которая, в принципе, была в локомотиве, ты помнишь, как это все организовывалось, кто это все придумывал, и как это все делалось? Ну, конечно, я не буду, я здесь не буду кого-то выделять, но мы все, очень этим гордимся, безумно гордимся, там прям было 24 на 7, там было все собрано, ну, там было все собрано, там, как я понимаю, что Василий Александрович там не за месяц, нам бы он сказал, да, конечно, это было там накануне серии, поехали в аэропорт, встретили Жоау, там, машине быстро интервью, поехали в отель, в номере там всякие пасхалочки, сняли их на балконе, с видом на Кремль, просто, ну, то есть, все, что происходило, было вообще чудесно, уникально, ну, то есть, отработали, вообще тот момент вообще, на нереально топ-лубор, то есть, вот, кто-то сказал, что мы, реально, вот, как клуб, готовы покупать игрока, калибра Жоау Марио, ну, правда, вот, организовывали, я согласен, я уже форму Марио, подкуплюсь на 5 мая, но, ладно, но мы, но клуб сделал круто, собрали этот поезд, то есть, как бы, ребята, поездиклюшили, Диом Блокин, там, сделали сумасшедшую работу, мы в медиа, там, дизайнер Бадаев, быстро, запустить что-то другое, понятно, что у нас Жени, Саней, быстро там, придумали третьим, то есть, это в объединении, все, ну, короче, я так, ни в коем случае, никого не хочу забыть, но, это было вообще, Unreal, за 2-3 дня, прям, это у нас был чат, воспитали, пошел Марио, столько креатива, столько потока, столько светлых мыслей, столько, стремления, то есть, казалось, что завтра будет хорошо, было, было, было круто. И тут, вдогонку, тогда тебя спрашивают в чате про видос про Джорджевича, кто это придумал, кто это сделал, кто это одобрил, и гордишься ли ты этим представлением новичка? Ну, представитель Лука, это что-то такое, как бы, ну, классное, качественное, проходное. Психоделика какая-то. Ну, да, ну, слушай, ну, мы в Ребусы играли, при Герусе начали играть в Ребусы, мне кажется, это классная идея, что клуб должен, в основном, быть веселым. Я не помню сейчас, не могу, вот мне сейчас кто-то из Калибышев слушает, кто вот эту дичь придумал про Луку, и я не помню. Я честно не могу вспомнить. Да, может мне сейчас подскажут. Окей. Давай тогда, к нынешнему, евро, в принципе, как ты его оценишь, перенос евро с 20 на 21, но при этом он называется евро 2020. Вот мне подсказывает Женя Кирилла, что мы вместе придумали. Ты фанател по Кобою, он мне пишет. Ну да, потом, соответственно, докрутил, да, вот видимо так было, да. Ну, привет, кстати, Женя. Да, Женя, тебе привет. А, ну ты уже передал привет, он слышит о тебе меня. Да, да, да. Ну да, я поносил по Кобой, который орал, и типа да, ну так все, все прошло. А ну слушай, оно так все вместе рождается, оно не бывает, что вот один, ни в коеме нет. Говорят, видос с Джорджиевичем лучшее, что было, и уж точно этот видос лучше самого Луки. Как тебе, кстати, Лука Джорджиевич, почему у него не пошло? Только травма или просто игрок не уровня локомотива? Или еще пойдет? У меня с Лукой очень хорошее отношение. Понял. Тогда про Евро 2020. Я уже успел задать вопрос, как ты, в принципе, вот сейчас рассматриваешь это Евро уже как человек, который профессионально в футболе, как человек, который может сконцентрироваться на нем. Какие интересные вещи ты для себя подмечаешь? Это первое Евро, которое пройдет во многих городах Европы. Насколько это вообще изменит Евро или вообще не будет на нем сказываться? И в целом по футбольной составляющей, что интересно, что неинтересно? Ты знаешь, сама идея проведения Евро в разных городах, она мне кажется логична, да? Потому что, во-первых, Евро юбилей, там бла-бла-бла-бла, и вообще в целом в Европе как бы границ-то нету. Это мы тут сидим. Я знаю огромное количество людей, которые с тобой не согласятся в плане того, что большой чемпионат должен проходить в очень небольшом пространстве, чтобы можно было спокойно ездить, все посетить и ну вот как-то вот когда все это сконцентрировано, то ты атмосферу ощущаешь гораздо лучше. Как вот сейчас, например, Лигу чемпионов хотят полуфиналы и финалы в одном городе проводить с 2024 года. Супер! Очень круто будет. Я тоже абсолютно уверен, что это безумно классная идея, но при этом вот как одноразовая акция, мне кажется, действительно чемпионат Европы может быть вот в таком формате прикольный. На самом деле ты меня просто достаточно быстро перебил, у меня подводка была затяжная. Да, извини. Да, я согласен, что кайф в том когда вместе да, у тебя все и французы и нигерийцы и таджики если они выйдут финальную часть, это прикольно. Но здесь я говорю, изначально идея разовая, она классная. Тем более, что там в общем-то ты как на маршрутке реально там и добрался и должен добраться из, не знаю, откуда, из Мадрида до Зальцбурга, условно, да, я не знаю. и как бы ну прикольно, прикольно. Ты посещаешь много городов, но идея прикольная. Но понятно, что когда ковид, ну это все, это убивает вообще все, люди не могут помещаться, люди не могут находиться вместе, там, ну ковид нормандский, то есть еще в Петербурге еще будет подобие праздника и то у нас есть коммуникация, это ответственный праздник. Но там этого, мне кажется, что когда ковид, то я понимаю, что тут серьезное решение, но я бы перенес евро, я бы перенес вот такой формат евро и отдал бы евро какой-то одной стране. С другой стороны, какая страна тоже была готова ковидные нормы, не знаю, но это просто... Россия? Россия. 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 Так, 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 получил. Дублин не справился, мы забрали матчи в Словаках. Пожалуйста, в Санкт-Петербурге, Европа не справилась, мы всех спасли. Россия. Классно, я уже чувствую себя как на студии Россия 2 после какого-то матча. Ну, слушай, вот реально, вот я думаю обо всем этом и у меня ощущение от этого евро как от какого-то очень скомпонованного по срокам отборочного турнира. То есть вот после этого должно быть еще что-то, что после, ну, что будет прям вот праздник. Ну, потому что, ну, вот один матч там, один матч там. Ну, вот я это и сейчас вижу, когда смотрю товарищеские матчи. Один матч там, один матч там. В чем принципиальная разница, как-то не очень понятно. Ну, я же, я же пиарщик на Евро 2020. Мне кажется, это будет замечательный турнир. ему нет аналогов в истории и вряд ли будет в будущем. Ну, надеюсь, вы что-то придумаете, что заставит действительно потом сквозь годы вспоминать и с теплотой вспоминать, а может быть, маленьких 12-летних Кириллов влюбит в футбол. Да, на самом деле, слава Богу, что, в принципе, вот, правда, есть такая возможность праздник провести, что, в принципе, иностранцы могут приехать в Россию. То есть, ну, вообще четверофинал у нас должен быть в Охниных. Да, то есть, там, по вывеске, возможно, Хорватия с Францией или Хорватия с кем-то еще из Круга Смерти, там, будь то Германия или Португалия. И на четверофинал приедут, соответственно, яркие балканцы, яркие ребята-французы. Это должно быть весело. Финны должны сделать с этим ковидом невозможность куда-то полететь. Я вообще Санкт-Петербург изначально не очень люблю. Вот не знаю, почему. Любишь Италию, но не любишь Санкт-Петербург? Да, Венецию люблю, Санкт-Петербург нет. Ну, может, Зенит, или я не знаю, почему. Вот, как-то всегда мне там непонятно. А сейчас я вот готовясь к Евро, каждый раз там нахожусь, думаю, блин, ну, как же круто. Здесь реально будет праздник. Скучаешь, да, по футбольной атмосфере? Вот какой-то такой вот большого праздника, большого футбола. Особенно вот после Чемпионата мира, мне кажется, когда вот мы это увидели, мы посмотрели, как это должно быть. И вот я реально немножко тоскую. Я получаю эту толику того, что было в Москве на финалах кубка. Вот съездил в этом году, да, было вот немножко похоже, потому что ты идешь по улицам Нижнего Новгорода, а тебе навстречу либо болельщики крыльев советуют в флагах, что-то там полупьяные, либо болельщики локомотива. Ты понимаешь, что футбол, даже матч финала Кубка России изменил жизнь целого города, причем одного из крупнейших в России. Вот по такому немножко скучаешь. Да, да. И у меня идешь, и, наверное, вроде тебе болельщики локомотива, которые тебе рады, болельщики локомотива, которые тебе не рады. Нет, я согласен. Это правда трудно. Я в Калининград собираюсь обязательно. В Калининград я очень хочу, обязательно полечу. А вот на евро, ты знаешь, я пока даже, мне ни одного билета, не знаю, не пробую информацию, но как бы на Калининград был. А вот так вот при прочих равных включил бы я матч по Польше-Словакии. Смотри, ты в прошлый раз из локомотива уходил перед чемпионатом мира. И я так понимаю, ты каким-то образом был связан с сборной России. По крайней мере, насколько я знаю, ты какие-то ролики для них делал. Ну, ваша компания. Да, да. Сравни сборную России того созыва и нынешнего. Ну, она не особо сильно изменилась, но есть очень яркие изменения в определенных точках. И мне кажется, это ключевые изменения. Ну, эмоционально просто эта сборная считает, что она может. И она может, она должна. И мне кажется, что самое крутое, что тогда, до чемпионата мира, мы вообще были, ну, вообще ничего вообще. Ужас был, правильно? И по игре, и по результату. Все ждали, что мы провалимся уже в матче с Саудовской Аравией. Это было полное ощущение нации. Да, мы на сборах собирались писать петизу, бейте, черчевцев. Павел Бог, не поставьте бюрды, Оба не написали. Вот, но и сейчас, а потом пришло ощущение, что мы, не знаю, я говорю еще раз, Викслав Саламович мне не близок. Но то, что именно мы как сборная стали абсолютно спокойны и на классе из раза в раз обыгрывать пепки европейские сборные просто из раза в раз постоянно на классе стабильно, мы не могли этого делать вообще ни при ком, ни при хитнике, ни при адвокате. Это реально очень круто. Хотя вот нету таких, почему вот мы вдруг должны обыграть? Вот у нас тут почему? У нас тут Кудряшов, а тут Семенов, а тут у нас или Кузяев, или Ерохин, или Фомин выйдет, но мы все равно стабильно обыгрываем. Ну, это круто. Это правда круто. Круто, но вопрос был в другом. Сравнить две сборные. Та сборная, которая в 2018 добивалась успеха и та сборная, которая сегодня готовится стартовать там 12 июня матчем смерти против бельгийцев. Но по составу, да? По составу, по, ну, в принципе, да, вот по той игре, которую она показывает. Мы можем повторить? Или те потери, как мне кажется, ну, вот сборная сильнее по составу она не стала. Я не знаю, согласишься ты или нет, но сборная скорее потеряла по составу, чем приобрела. А кого потеряли? Игнашевича? Игнашевича. У нас в воротах будет Шунин стоять. Я не знаю, как ты относишься к Шунину, но на мой взгляд... Звучит примерно так же, как Балапей будет стоять, да. В этой сборной России, вот той, которую заявили на Евро, я, в принципе, ни на одного вратаря не рассчитываю. Потому что, ну, Сафонов молодой, но эту весну провел так, что ему может залететь вообще любая банка. Шунин — это человек, который, как на мой взгляд, да, если ему летит сильный удар в створ ворот, то он, скорее всего, его не отобьет. И, ну, Дюпин, в принципе, достаточно хороший вратарь, но, тем не менее, тоже, как по мне, очень ограниченного уровня и, может быть, едва ли не слабейшая вратарская линия вообще за все годы, что у нас была. Ну, согласен. С моей болельческой точки зрения, исключительно болельческой непрофессиональной, я не понимаю, как можно не вызвать Гильермо и сделать его первым номером. то есть, это явно, это не может быть футбольным, потому что в прекрасный прошлом голкипер Сафонович Рьозов не может, что Гильермо как вратарь сейчас номер один. Антон, качественно отстоял, действительно, осень отыграл, но он не в лучшей форме весне, и то, насколько хорош Гильермо, невозможно, что он не ходит в топ-5 лучших вратарей. Напомним, что он был в списке точно ниже Луневой, точно ниже Максименко. Может, он и в топ-10 не ходит, помню. Сафонович прямо сейчас, я не знаю. То есть, понятно, что это что-то не в футбольное. Понятно, что нельзя обменять галкипера, как это было сделано в матче Сербии, но это не хоккей, правильно? Я думаю, что Сафонович в свое время в пятерой поменяли бы галкиперу. Ему как галкиперу тоже вряд ли это понравилось бы. Это такая нефутбольная история, тем более, что Гильермо не был виноват ни в одном миче. Прямо не был виноват. какие-то помарки можно выискивать. Ну, то есть, да, что, наверное, от того момента что-то вот такое отстроилось, не совсем футбольное. И, ну, здесь две позиции, я не знаю, правда, какой я придерживаюсь лично. Есть позиция, что сборная, это вот сборная национальная, а есть позиция, чтобы главный тренер собирать команду, с которой добьется лучший результат. И, если не со стороны с черчетом, считают, что мне нужен футболист Игорь Денисов, который, понятно, что входил в топ-23, но, что без него лучше забьется результат, потому что будет команда там и бла-бла-бла, ну, наверное, а кто, потому что, ну, действительно сборная, это сборная вот на поле, а не на бумаге. Но, но для меня, как не вызвать Гильермо, я не знаю, как не вызвать Антона Мирончука, я не знаю, как не вызвать Антона Мирончука, я не знаю, что окей, ну, я пытаюсь себя убедить, что мы с тобой, может, лучше побежим, лучше откроется за спину, но я не знаю, правда. Ну, есть подозрение, что Мирончук просто физически не выдерживает в данный момент своей физической готовности футбол Черчесова, что просто... Ну, вот у тебя месяц еще времени. Человек выходил, последние два тура отлично прибавлял после перерыва, у тебя есть еще сборы, ну, ну, человек, наоборот, свежий. Большинство людей, которые отыграли от и до в этот постковидный сезон не имеют полноценных там сборов, они уставшие, они не свежие. Не знаю, другой вопрос, что просто у Сарисова с обоими Мирончуками где-то с любой точки зрения не складывается, и там с одним бы разобраться. Может и так. Мне кажется, что Антон Мирончук более черчесовский футболист, чем Алексей Мирончук. Да, он и был одним из злонов, он провел два классных два с половиной матча по осени. Ну, не вызывай пистоланты это совсем нельзя. Ты почти ответил на вопрос your 1159 LA, остался один футболист, про которого еще надо сказать, не вызов Федора Смолова. Как ты считаешь, достоин был вызова или эта весна не настолько ярка, чтобы возвращать Федю? Ну, опять-таки, если мы берем символическую сбору 23-х футболистов, конечно, Смолов должен вызов. Берем команду Станислава Черчесова, ну, очевидно, что Станислав Саламыч и Федор Смолов, наверное, где-то недовольны чем-то. Не знаю, не знаю, правда. Ну, понятно, что у Федем, да, что-то на передачу чемпионата мира там сломалось тогда еще, и понятно, что там много было технологической работы, но он вышел на уровень, он доказал, он услужил, конечно, поехал. Но, честно, если я для себя понял, что он не собирается использовать, ему нужны столбы, ну, мы все видели в жесте Федора. Был достаточно красноречивый. Окей, в принципе, более-менее понятно, в чем мы стали слабее, в чем мы стали сильнее по сравнению с сборной 2018. Можно ли сказать, что вот Головин стал сильнее, Алексей Веранчук стал сильнее, вот хотя бы на таких лидерах мы вывезем, потому что, ну, правда, пытаюсь понять, за счет чего сборная России должна прибавить относительно того, что, то есть, Черышев явно не в форме, Дзюба еще немножко постарел, кто у нас там еще вывозил нашу сборную на 2018? Марио Фернандес, тоже вообще непонятно, что с ним творится, уже Караваеву проигрывает, в принципе, конкуренцию. В чем сборная России, в каком компоненте, в каком футболисте или в чем она может компенсировать потери? Я думаю, что у нас, конечно, большая потеря это Кудряшов, потому что у тебя будет в тройке левым защитником Семенов, а не левоногий Кудряшов, который, так быть, не сам футболист, но он играет там в Турции, где станут чуть другие скорости, где постоянно чуть другой футбол европейский, он прекрасно понимает Черчесова, но, конечно, это потеря. Многие недооценивают, но Кудряшов говорят, что это потеря. Я считаю, что Головин стал, конечно, сильнее. Головин — лидер, это прям ого-го, это игрок, это игрок вообще топ европейского уровня, и Леша Миранчук, конечно, тоже стал сильнее, потому что станет, у него пока проблема, он не может это переложить на сборную, или Сисиславович не может переложить, это что-то обоюдное, правильно? Но все-таки именно Леша заработал пенальти с Болгарией, когда мучились-мучились, и все-таки Леша показал, что, по крайней мере, техника его при нем осталась, и хотя бы на этом он может что-то сделать. Да, я не считаю, что Дзюба стал хуже, во-первых, тут мы с Дзюбой будем с первой минуты, команда на Дзюба настроена, поход строена, да, Дзюба, не знаю, из того, что я видел в матче с Болгарией, особенно настроен на Дзюбу Баринов, потому что вся игра сводилась к тому, что отдает Диме, и он грузанет на вертикалку на Дзюбу, не знаю, не знаю, это вроде как тактическая новинка, но мне кажется, что с европейцами такое может и не прекратить. Ну, это же сборная, то есть, ну правда, здесь не будет вообще феерии, посмотри, что там немцы как бы мучаются. Да, не знаю, ты сейчас следишь или нет, но немцы намучились на 7-1 против Латвии. Ну, Латвия, Латвия. Там же уже не Калинько. Логично, логично. Вот они 7 упустили. Правда, еще, это сборная России, правда, мы не ждем от нее никакой игры, мы ждем чего-то простого, но вот это что-то очень простое, не умеет делать, очень лучше всего. Я не помню, когда можно было в Латвии уже не работали, да, уже случилось ЕМВВВ и так далее, и мы поехали просто на сборы, помните, поехали на товарищеском, и что АПСЭ, поработали еще подставки, вот, и потом поехали как раз на вечер на сослоении, и вроде играем, 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 а потом раз, заброс, раз, пас, дюк, стыкает, через 5 минут то же самое, ну то есть сборная реально классно умеет делать, там может быть одни и те же какие-то невразительные вещи, но она классно умеет делать это, вот на уровне сборных с вообще абсолютно пока еще не сформировавшимся не звездным поколением, у которого есть потенциал там, то есть понятно, что из Мирунчуков, из Глэна можно что-то сложить вау, да, но пока вот так, ну, не знаю. Давай, закроем тему сборной России на потолок выступления сборной России на этом Евро, где ты ее ожидаешь увидеть? Если все сложится хорошо, удачно, без эксцессов. Ну, во-первых, у тебя 24 команды, у тебя 4 из 6 третьих мест выходят, да, то есть нам нужно выиграть финнов, набрать качка, не проиграть 10-0 в Бельгии, высокая вероятность, что мы выйдем, да, все-таки в 1-8. А в 1-8 у тебя опять один матч, и там можно пободаться как угодно, как 100 Испании. Здесь под рукой вот сетка, на кого можно выйти, допустим, Дубль и Третьих? Сетки под рукой у меня, к сожалению, сейчас я попробую быстро найти. Я тоже быстро попробую. На сайте UEFA, который у меня открыт, к сожалению, нету, на кого выходит. Только расписание. может быть, в чате подскажут, чат обычно все знает, на кого выходит третье место из нашей группы, потому что эта информация точно где-то мусолилась, точно уже обсуждалось, что там кто-то достаточно сильный, ну, естественно, сильный, потому что весь чемпионат Европы состоит сплошь из достаточно сильных команд. мне кажется изглавить у нас на группу, но Белья в первую очередь можно и выстоять. Вот правда. Кинок мы должны дома обыграть. Я считаю, зачем мы проиграем, потому что вообще не надо недооценивать Даню. Вообще Даня на 10-м месте в рейтинге. Даня, по-моему, там, последние 35 матчей не проиграла, что-то вроде того. И давайте так вот, по памяти кто там играет за Даню. Брейтвейд, окей, смеемся, не смешно, но это Барселона. Поулсен это Лейпциг. Это Лейпциг. Хейберг это лидер Тоттенхэма. Киайер это лидер Милана. Кристинсен это Чилосе. Вестергор это Саутгемптум. Мехли это Аталанта. Кто там еще? Я могу так сейчас кого-то может быть не вспомнить, но явно кто-то там еще есть. А, там есть ребята из Сабдори, из Болонии молодые ребята классные. Из Удин Меза. Ну там классика сборной России в решающем матче. Будет тоже. Лет 30 назад сборную Дании уже недооценили на Евро. Их с пляжа собрали. И закончилась с самой наверное неожиданной победой на чемпионате Европы. Говорят, что на победитель группы Ф малых пишет Германия, Франция, Португалия. Голландия, Франция, Португалия. Женя Кириллович то же самое скинул на группу смерти. Голландия, Франция. Ну вот немцы никакие как испанцы пройдем. Ну в целом правда. Мне кажется, что мы с третьего места должны выходить. Это победа над Финляндией. А дальше ждем пенолей и бьем по центру. Ну да. А дальше мы проиграем кому-то из группы смерти. Ничего. Никто бросит камень. Ну наверное никто. Хотя выходить из нашей группы с третьего места тоже наверное не все поймут. не все поймут. Я говорю, но это проблема тех, кто не понимает. Я только что перечислил состав сборной Дании и это я согласен. если ты поговоришь с Тимофеем и он еще угодно не скажет. Звучишь? Сейчас звучал как Андрей Аршавин. Ну это реально. Давай быстренько пробежимся по составам групп и отпустим тебя, отпустим наших зрителей. Быстро скажешь свои прогнозы на группу, скажешь, что для тебя каждый из этих сборных вообще в принципе в сердце отзывается и за кем следить, за кем может быть ты знаешь каких-то вот прям интересных футболистов в этих командах неочевидных. Это мне подготовиться на блок эфира. Ну давай. Я тебе, ну в смысле, я днем скинул, о чем мы будем разговаривать. Не работал. Работал. Группа А. Италия, Швейцария, Турция и Уэльс. Определяем, кто здесь сильнейший и в принципе кто здесь темная лошадка. Ну как бы стало не звучало, но Италия Манчини просто очень крутая. Сколько я не видел, они прекрасно играют. У них вроде там какая-то безумная победная серия без пропущенных мячей и вообще. Мне очень нравится. Очень нравится. Очень нравится и Борелла, и Инсини и многие другие ребята. Мне прям и Берарди, и Кьеза. Не знаю, мне очень нравится. Просто вот ребята мне нравятся. Они так свежо играют. Я думаю, они одни из фаворитов Евро. Спокойно выигрывают эту группу, хотя она ровная. Швейцария, я так понимаю, что там все тот же Петкович тренирует. Это такие унылые ребята с Сеферовичем на Австрие. Там без изменений. Все те же Джаки, вообще все те же Эмболу. Они такие очень сбитые. Все тоже потрясающе. Зомер на воротах. Я думаю, что они свое возьмут со второго места выйдут. Потому что турки, это турки, а Уэльс там появились молодые ребята. Это и Уилсон Ливерпуль, насколько я помню, и Джеймс Мачестерин этот. А, Гаррет Бэйл. Но очень ровная группа, большие турниры должны изогнать вторую. Говорят, Гаррет Бэйл это новая надежда Реал Мадрида. Анчелоти пришел и сказал, что он очень надеется на Гаррет и Бэйла. Гаррет Бэйл вообще сливал Анчелоти. Он же жаловался. Недавно Кунс вспоминал, что Бэйл там жаловался через агента, что какого черта его используют не на позиции плеймокера, а справа. Потому что он видел у него тонкий взгляд на футбол. Может быть Анчелоти пересмотрел свое видение футбола, а может быть Гаррет Бэйл пересмотрел свое место в мировом так сказать пространстве. Ну Карл Анчелоти в реале это вообще это безумие Переса. Группа Б. Бельгия, Дания, Финляндия, Россия. Все то же самое, но Финляндия, Россия наоборот. Финные вообще мне кажется такие мертвые. Мертвые. Они недавно эстонцам проиграли. Там играет Тео Мупуки, но кажется кроме него не играет вообще никто. Я помню, я за него болею, я его фэнтези брал по твоим фэнтезам. Но уже не кто. А Индия? Могу сейчас на это. А Пуке уже все. Группа С. Австрия, Голландия, Северная Македония и Украина. Ну Нидерланды тут понятно, мне кажется это что-то очень легкое. Хотя конечно обидно, что не будет Ван Дайка. Но Голландия всегда что-то где-то что-то как-то если она попадает на чемпионаты мира и Европы, но что-то пока не складывается у них, кроме как 88-й год. А, да. Бастон, да? доставил. Слушай, Депай провел вообще феерический сезон абсолютное. И Де Йонг, и Вейнальдум, и Визде Ван Дайка с Де Фрейм. как-то как-то... с Теклинбург конечно проблем позиции, что он будет. А, Силисон там есть еще, да? Промес? Промес вообще по-моему как-то да? Не, не как пока. Ну, просто. Слушай, но группа на самом деле слабоватая, да? Потому что в Австрии явно уровня не хватает. конечно, в Австрии половина, там вся сборная Австрии это Бундеслига, там там три игрока из Гладбаха. Вот. Ну, мы в Украине за второй попадаться в Северной Македонии совсем много. Я кажется так. А кто там в Северной Македонии? Гурман Пандик играет? По-моему, да. По-моему, он еще пылит. Я не знаю, я тебя позвал, чтобы ты мне рассказал. Я вообще плыву во всех этих вещах, которые ты мне рассказываешь. Из тех фамилий, которые ты мне перечисляешь, я Де Пае где-то слышал когда-то. Да, слушай, он провел феноменальный сезон в Лионе. Он чуть ли не лучший игрок вообще сезона и вообще один из лучших за сезон по всем Европейским либам, правда. Просто Пиере. То есть Де Пае, он может уничтожить всех и уехать в Барселону вместо Гризман. Во, тебе смотри, тебе тут профильный вопрос задают, как человеку, который гений фэнтези. Кого брать в фэнтези? Ну, я на самом деле уже последние полтора года не играю, потому что у меня времени. Ну, а выбор-то есть какой-то? Не знаю, просто спросили, кого брать в фэнтези. Может быть, у тебя есть какой-то вот прям вот человек, который мало стоит и принесет миллион очков. А я даже не знаю, я же не знаю, сколько он стоит. Я раньше играл, мы с друзьями всегда играем, но сейчас мы, знаешь, так подросли и все стали и с семьями, и с работами, и как-то все ушли от фэнтези. Я могу кого-то посоветовать при выборе. Элмаз из Наполя в Македонии, говорят. Знаешь такого? Да, да, господи, как это, видишь, видишь, вот, я не в семьях, не, Элмаз топ, он, конечно, там не играл, выходил на замену там большинство мальчиков, но он хороший, да, это лидер, это хорошо. Группа D. Хорватия, Чехия, Англия и Шотландия. Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия. Слушай, ну, зачем вам подробно поговорить? Давай, давай подробно. Ну, это вообще фантастический состав. Ну, Англия, не знаю ни одного чемпионата мира или Европы, на которых у Англии не был космический состав, кроме чемпионата мира 2018 год, в котором они наконец-то сыграли достойно и показали результат. Каждый раз, когда они собирали космический состав, это, ну, четверть, финал и хватит. Ну, мне кажется, я, конечно, был маленький, но там, мне кажется, всегда был оверхайп. Англичане, как вот считали, что вот они, у них такая-то проблема, как у россиян. Поэтому, именно англичане тоже играют с сене в России. А они, сомнения. Вот, вот этот... Ты стал, у тебя коннект стал как-то очень плохо. Алло. А сейчас? А сейчас? Да, сейчас получше, да. Я говорю, что англичане самомнение какое-то всегда было неадекватно, а сейчас у них все-таки другое поколение. У них в АПЛ европейские тренеры к логварде, которые по настоящему как-то дают определение топа или топа. Снова пропадаешь, извиняюсь. Тут как-то стал плохо коннект. Может быть, к окну подойдешь? Рукой помашешь. Сейчас слышно? Сейчас слышно, но... Да, вот давай сейчас перешел с Игетой бесполезной ЛТИ. Вот так должно быть нормально, да? Давай попробуем, давай. Ягда, сейчас я говорю, сейчас Гвардиолог, сейчас клуб, европейские тренеры. Ребята тот же Биллингем, Санчо, там, многие другие, они стали выезжать. То есть у них идеально произошла адекватная европейская интеграция европейских футбол, и сейчас можно реально справедливо, они через просто их самомнение оценить, что они топ. Вот у меня вот такое мнение. Потому что когда у тебя, извини, в атаке выбор Харри Кейн, Раким Стерлинг, Санчо, Решфорд, кто там у них сходы вспомнить могут нам Кальвер Клюинда, вот Маунт, Фодом, Гриллиш, который, ну, ты, может быть, не смотришь за Останвилы, но поверь, что Гриллиш, вот, ну, это просто один из лучших игроков сезона, там был бы вообще претендован на золотой мяч, бы он просто сломал. Но, какой Маунт, какой Фодом, все видели. Это нереальный состав. У них там на 3-4 позиции просто сумасшедшие выборы. Как Солдгейт с ума не сойти. Нету Варди, Варди все закончил. Без Варди грустно. Варди в Горной так и не играл особо. Я помню, когда Е-2012 у них выбор был, там был и Старич, и тот же Варди, да. Но мне кажется, если Солдгейт не запутается, у них вратарь проблемная позиция. Вот это ты сейчас новость рассказал у сборной Англии, проблемы с вратарем. Никогда такого не было. Слушай, на Чемпионате мира думали, что Пикфорд нормально, а сейчас он сдал и там, ну, короче, и там Хендерсон, который выяснил Дехея, но Дехея сейчас тоже в Нодок, примерно в сборную Испанию не попал. В общем, в Маунт, сумасшедший состав, да. Хорваты сильнее не стали. У хорватов вся та же где вместо Ракетича и Баделя Ковачич и Брозович шикарный сезон в Интере и Ковачич тоже вообще топ абсолютный. Проблема с нападением и там тоже вопрос, вот как это все как-то растает между собой. Там Рэбича, может Перешича их тренер. Все тоже. Ты называешь фамилии, я их даже знаю все. А где Новая Поросль-то хорватская? Влашич. А, понял. Понял. Этого я тоже знаю. Но как-то, честно говоря, если это надежда Хорватии, то у меня плохие для них новости. Не, ну слушай, у тебя в центрополе Модрич, Ковачич, Брозович. Ну да, да. Им сколько лет. Ну Ковачич, ладно, Ковачич молодой. Да, Брозович и Брозович тоже нормально. Ладно, там один Модрич за всех. Модрич, да, нужно сделать так, чтобы человек там в Адале еще где-то в запасе сидит. А, там Марио Пашилич, которого в Спартаке не поняли, а Гаспери не понял. Там еще нападающий, я, честно, еще запомнил, как его зовут, но вот парень, который, по-моему, отгрузил трешку на Тоттенхэм в обедном матче, Пяткович, помнишь, помнишь, Мурини высадили из Лиги Европы, вот там нападающий из Загреба. Но с центрофору на них проблема. Он и с Краснодаром хорошо играл, я помню. Да вот. Окей. Слушай, Чехи, Чехи очень классные. Чехи, я так понимаю, это ребята по образу и подобию Слави, оттуда полно футболистов, и такая глупо оттуда, в общем-то, не отстраивать игру. Плюс Совщик, который в ППЛ прекрасный сезон провел, Крал, которого мы знаем. Короче, Чехи очень сбитые, Чехи очень классные. Ну, прикол, наверное, вообще всей этой группы, что Чехи это тоже, по сути, игроки готовые для АПЛ-ки, а не что-то туда вот просто косяком валят и валят. И АПЛ из Чехии игроков забирает с огромнейшим удовольствием. Да, слушай, Крал, согласись, я смотрел на Крал и я думал, ну, посредственность. Да, но, видишь, в АПЛ не важно, там не смотрят в футбол, им это не важно. Они понимают, что чувак играл круто в Славе, они взяли Совщика круто, они взяли Владимира Цуфаля круто, ну, берем, значит, Крала тоже. Ну и у Крала есть история, что он там стал лучшим игроком матча Чехия-Англия, где-то у них там на Вембле, и после этого все, они это запомнили, все, и Крал, неважно вообще, играет он в Спартаке, не играет, я думаю, что он два года бы в Спартаке не играл, они бы все равно его забрали, потому что два года назад он за сборную против них хорошо сыграл. Они у нас так били, еще забрали. Да, кстати, да, да. А, кстати, ты помнишь, знаешь, кто еще у Чехии? Матэйв Выдора. Он еще играет. Представитель нашего легендарного шорт-листа. Шорт-листа, да, да. Только чудо не позволило ему прийти, он вышел на замену и забил. Да, да, и потом еще раз забил. Да. Гвардиол, да, кстати, вспомнили, новую поросль хорватскую. Гвардиол, но, по-моему, Хорватия вчера проиграла кому-то. Как тебе вообще история о том, что Чурлука будет помогать, Чурлука будет помогать тренеру сборной Хорватии. Даличу, да, по-моему, так фамилия. Да. Не, мне кажется, Чурлука в составе просто должен быть. Это батя, это лидер, это махина. Я могу, как человек, который занимался пиаром медиа, обижаться на него, потому что, ну, никогда не шел навстречу. Человек слал всегда по одному адресу, но, что касается, ну, не, но он топ. Он топ. Я не понимаю, почему он должен помогать, Николич, это тоже топ, но я не понимаю, почему лучше защитить чемпионата должен быть тренером. Вот мне это непонятно. Не знаю, чтобы кто-то объяснил. То есть, я понимаю, что он год назад, почему он подписал еще при Кикнадзе на год. Там сокращение было на год, потому что он сам хотел через год закончить. У него есть действительно проблемы с Ахилом и так далее. он все... Но он отыграл сезон от и до. Я не знаю, может, он сам к себе устал. Я правда, я не знаю. То, что там пограничная ситуация, может быть, там была в какой-то момент. Наверное, да. Шотландия. Шотландия. Шотландия, Шотландия, Шотландия. А ты помнишь, какого-то у Шотландии? Я знаю из Шотландии форварда Низбета, потому что я смотрел, и он забил какое-то космическое количество голов в, по-моему, не самом топовом клубе Шотландии. Сейчас я, Кевин Низбет, сейчас я даже пробью его. Слушай, но Шотландия на самом деле, на самом деле в Шотландии Энди Робертсон, один из лучших лего-защитников мира, да? Но единственное, что Робертсон один из лучших лего-защитников мира только у Клопа в Ливерпуле. Когда я смотрел вот эту Шотландию в Лужниках, я был на матче, когда Россия там четыре ножи не уничтожала, я думаю, Робертсон два раза в очко от дюба мяч прокидывал и головин, я как-то не увидел Робертсона. То есть понятно, что ему нужна система. Человек там с десятью сердцами, двадцатью легкими, ему нужно куда прибежать, что делать на поле, понятно. Мак Томмина, который вырос, там был Гиллар молодой из Челси, прям талант такой, не знаю, следующий Маут, кто поглубже. Фрейзер провел отвратительный сезон в Нью-Касселе, а до этого помнишь, он был лучшим ассистентом в премьер-лиге за Бормутом, много очень голевых отдавал на Уилсона Калума, тут в Нью-Касселе и того Фрейзера нет. Но опять-таки, я видел Фрейзера там в десяти метрах перед собой и под Лужниках, хороший сезон, чем вот я сейчас открыл состав, Солтгем-то не провел, очень мощный там 4-4-20, играл в паре. У них реально вырос очень добротный состав, ты знаешь, я не знаю просто, как они играют, но состав у них классный. Третий по стоимости по трансфермаркту в Шотландии это Джон Макгин из Астон-Виллы. Вот, кстати говоря, да, очень классный ворок. Очень классный, очень техничный, да, то есть, когда как раз-таки именно вот такой, как Макгин, они обросли, вокруг, как Баркли, там вокруг Гриллиша, как этот, кто-нибудь там, Моткинс, они прям заиграли, круто, Макгин классный игрок. Слушай, в них есть состав, смотри, а? Ничего себе. Армстронг, очень быстрый фланговый игрок, атакующий с Аутгем. Но звучит тогда как очень ровная группа с фаворитом Англии, то есть без... Да, слушай, группа очень ровная. Без откровенных аутсайдеров, но я думаю, что вот как раз очень часто при столкновении стилей, я думаю, Англия-Шотландия это столкновение... Ну, опять же, Англия сейчас уже немножко не та Англия, к которой мы привыкли еще 5-6 лет назад, пока туда не приехали тренеры, которые что-то в футболе понимают кроме навесть на голову. Но все равно, такое ощущение, что очень похожие команды собрались и вполне... По идее, кстати говоря, простенькая Чехия по составу должна играть в стильный футбол против классного состава в Шотландии, но такой футбол олдскульный. Вот тут я вижу противостояние такой стиле. Окей. Группа Е. Польша с Крыховиком-Рыбусем, Словакия, Испания и Швеция. Ну, Польша очень крепкая. Я не знаю, вот Польша и Швеция это прям вообще мне кажется самые равные ребята, которые только могут быть. Наверное, все-таки преимущество определенное, конечно, Польша за счет Роберта Лимандовского. Который не разменивается на игры со сборными России. Конечно. После того, как он получил травму с Лихтенштейном, кажется, он решил, что не буду я больше играть в эти дурацкие проходные товарищеские матчи, буду настраиваться на матчи действительно важные. Да. Слушай, ну Шведов там Кулышевский, новая звездочка, Ювентуса. Виктор классный, Иса классный чувак. Ну Берг это Берг. Ну как бы у них есть ребята, там можно составить. Но, не знаю, тот же Виктор Линдолев, такой вроде основы МЮ, но я бы в локомотив не хотел. Звучит, как будто ты мне хоккейную сборную больше говоришь. фамилии, я вроде... Ну фамилии те же, да. Я больше их по хоккею знаю, чем по... Окей, Испания. Что в этом году из себя представляет? Очень странная Испания без Реала. Очень странная Испания без Реала. Я вообще не понимаю, как это возможно. Как можно не взять там... Ну Карлахай Сломан, как можно не взять там умницу Начо, которая классно сезон сыграла. И... Короче, вообще не понимаю, как она без Реала. Как можно взять Рамоса? То есть, там что-то... Ну как? Ну как? И что в Реале случилось? Что там нету игроков, которых, ну ты просто уже вообще не можешь не взять. Да, то есть... Всегда были — Понятно, что провалились сезоны не первые подряд Ассельсио, Иско, но сложно представить. Дехея не хочет слабой вратарской линии, очень слабая. У них отвратительный абсолютно Давид Дехея, который проиграл конкуренцию Хендерсону из Англии. У них вратарь Брайтона, который из ниоткуда просто впервые в жизни сыграл 15 матчей на уровне первой дивизионной и поехал в сборную. У них вратарь Брайтона слабая, у них по-прежнему, ну не знаю, мне кажется, команда такая, вот такая Испания классическая, поздняя, со стерильным владением, не знающая, чем завершающая стадия делать. Вот я так ее вижу. — По ощущениям, то, что ты говоришь, это еще хуже, чем три года назад в России. В России была очень кошмарная сборная Испании, как по мне. — Да, но тогда у них тренера не было, да? А сейчас у них Луис Энрике, это все-таки, конечно, посильнее, но я не понимаю, как отстраивать защиту, правда, без Рамоса, без Пике. Ну как, у них там одни левоногие центральные защитники остались. Лапорт, слава богу, принял испанское гражданство, забив на Дешама, который его игнорирует принципиально уже несколько лет. Лапорт и Баск Сейфорни, он может играть в Испании. Это спасение для них в обороне может быть. А напарником у него будет, вероятно, там, Эрик Гарсия, который является в Мачестер-Сити. Ну вот, пока мы знаем, Диас Рубена номер один, да, Сконс номер два, Лапорт номер три, Аке номер четыре. А Эрик Гарсия пятый выбор ЦЗ, даже после Чернадине шестой, я думаю. И вот он на основном планируется в Испании. Ну, так спорно, да? Ну, звучит не очень. Получается, что в группе Е фаворита-то нету. Ну, ты знаешь... До этого мы смотрели группы, но так или иначе в каждой группе был фаворит. Здесь получается то, что, ну, сложно поставить такую сборную Испании выше Швеции или Польши. Крепких, солидных, которые точно тебе ни пяди пространства не отдадут. Ну, выше шведов, может быть, я все же поставил бы. Ну, ну, то есть выше шведов, но не так, чтобы вот... Испания обязана обыграть шведов, Испания обязана обыграть поляков. Хотя там Джордан Ларсон, я не знаю, это у меня вручили уже или нет, я не слежу, если честно, да. Но, слушай, у поляков, мне кажется, да, мне кажется, что поляки это выиграть могут группу. У них там, ну, во-первых, Краховик, да. Во-первых, Камиль Йозвик, которого я как-то для «Локомотива» хотел, осматривали в селекционном кружке своем, с друзьями. Мы тоже в своем кружке тоже его осматривали, да. Вот, видишь? У них потрясающий, соответственно, абсолютно Петр Зелинский из Наполя. Он мне безумно нравится. Потрясающий парень вообще, всеумеющий. В обороне, я так, честно говоря, не помню, кто у них. Я не знаю, Глик, которому уже сто лет, Беднарик, который там худо-бедно в Салгемте не пылит. Но у них очень сильная вратарская линия, у них лучшие нападающие, ну... Ну? Ну, не знаю, слушай, не знаю. У них Бускет еще сегодня, кстати говоря, тесты позитив, и он пройдет в заточении две недели. И они сегодня с кем-то играли с Латвией, да, молодежкой играли, да. Да, да, то есть сбита еще и подготовка в Испании. Слушай, да, на самом деле это группа, где можно просто фаворит так поставить. Группа F, получается, группа смерти. Франция, Германия, Венгрия и Португалия. Что в этой группе делает Венгрия? Но, тем не менее, Франция, Германия, Португалия. Блин, я смотрел вчера Германия, Португалия, и я такое наслаждение получил. Я давно такого наслаждения от футбола не получал, как полуфинал и финал молодежного чемпионата Европы. Просто смотришь и балдеешь на то, как молодые ребята мяч гоняют. Вообще, кайф. Не смотрел, но верю. По группе F. По группе F. Ну, для меня Франция – это фаворит главного турнира. Здесь, в общем-то, никаких вопросов быть не может. Стали ли они сильнее с 2017 года, в частности, взяв Бензима? Да. Вообще, ну, абсолютно безумие, что Бензима там шантажировал какой-то порнухой с участием Вольбу Энатом и Карликом. Я не знаю, что там было, я не помню. Но это безумие. Из-за этого человек просто выкинешь из сборной одни следы. Ну, безумие. Просто безумие. И мне кажется, что до последнего, насколько было возможно, они им обходились. Потому что Жеру действительно был в сборной очень полезен. Ну, а этот Жеру – это уже перебор делать его номер один сборной. И, думаю, это понимали. И этот Бензима – ну, невозможно не брать этого Бензима. Ну, просто. Да, там есть классный Бенедер. Ну, нельзя нельзя из этого Бензима. Ну, это абсолютно топ. И как Бензима пришел, ну, это класс. Это класс. У них небольшие могут быть в центре поля такие, как бы, относительные сложности. Потому что Погба ни о чем, Рабио ни о чем, Талесо ни о чем. Они все стали слабее, чем 2 года назад. Но Конте готов сожрать все. И здесь очень важно, что сделает Дешам. Потому что, я помню, Дешам на Евро, тогда, когда он в финале Португалия погрел с 16-го, он там, чтобы раскрыть Гризман, он поставил его под нападающим. И он выпустил… Да, и там справа у него была оборонительность Иссоко, по-моему. А слева у него Матюйди вообще был. То есть, он там, как-то придумал. Тут у него не вариант лепить из этих. Ему нужно как-то вот… Ну, короче, сейчас нужно постараться что-то относительно в атаку. Соединить Бензима, Гризманом, Баппе. Потому что полузащита у него не такая сильная, чтобы вот выиграть. Потому что, например, у немцев полузащиты, центры полузащиты абсолютно. Они сейчас недостаточно проблемные. Яхим Лёв наигрывает три центральных защитника. Не всем там это нравится. Но у них… Опять же, извини. Да, Германия 2018 – это какой-то тотальный провал. Это просто… Ну, невозможно было представить, что Германия может играть настолько плохо с такими футболистами. Что изменилось? Они два года мучились. Пытались что-то подобрать. Лёв выкинул из сборной Хумельца, Мюллера и Батенга. И сейчас две недели назад их вернут в Батенге. Чувак два месяца, два года пытался что-то сделать. Понял, что жопа нельзя без Мюллера. Просто лучше немец прямо сейчас. И без Хумельца в обороне тоже не надо. Потому что Рудигер, он как бы молодец, но он остался Рудигером. Если ты понимаешь, о чем я. Зулия, он, конечно, машина, убийца, мы это видели. Но он остался Зулия. Помнишь, Зулия? Да, потому что я видел, как бы Зулия не то чтобы сильно надежная опция, если его переигрывают футболисты Локомотива. Да, да. Разрывают. Ну, а центр поля, слушай, абсолютно умничка Джошуа Кимих. Абсолютный вообще топ Илкай Гюндаган, который там под нападающими. А то и Луж на девятку играл большую часть сезона. И лучшего бордира Мансити, между прочим. Ты представь, да, какая трансформация. Тони Кросс, который все равно решающие дела все выдает. И Горецкая. Человек, который, ну, стал лидером Баварии. С его игрой забыли, что у тебя Гуалькантера там такой был. Человек, который врывался в штрафную, забивался. Я считаю, что его потери вообще чуть ли не важнее. Потери Левандовски сказалось проигрышем ПСЖ. У них центр поля просто сумасшедший. И там на флангах у них Гнабри Сане. Ну, и дальше надо расставить как-нибудь Миллера, Хаверца, Вернера. И на воротах у них Нойер, который вернулся. Тот Нойер был очень слабый. И тогда было преступлением продолжать ставить Нойера и игнорировать Эрштегена. Сейчас Эрштеген сломался, но Нойер вернулся. У немцев потрясающе все. Ну, все возможно. Они могут провалиться. А может быть такая крутая лебединая песня. Ласт Дэнс и Ахима Лева. Может и так. То есть, Лев уходит из Германии. Насколько вообще разумно все знают, что Лев уходит из Германии. И все равно он ведет эту сборную на чемпионат Европы. Честно говоря, они не очень это понимают. Ну, возьмите уже нового тренера. Как Газаев ввел ЦСКА. Помнишь? Тоже было не самое понятное решение. Они же выиграли. Они же 6-0 были на серию. Вспомни. Ну, да. Ну, не знаю. Для меня? Слушай, мне кажется, если тренер уходит в клубе, и там уже вопрос какой-то твоей мотивации, что мне надо доказывать. Но здесь чемпионат Европы, это все равно сборная, витрина. Это все равно… Ну, не знаю. Это как Ласт Дэнс. Ну да, он уходит. Ну, наоборот. Ну, не знаю, правда. Я здесь проблем не вижу, потому что он уходит. Здесь как бы… Окей. Окей. Здесь надо понимать, что происходит в команде. Здесь бывает как в одну сторону, так и в другую сторону. Ну да. Португалия. Что с ней? Как эта сборная умудряется год за годом, год за годом, год за годом. Ну, на одном только… Ну, не на одном Криштиану Роналду, да, но из звезд. Каждый раз он затмевает всех. И хоть за него там пашут остальные ребята, но они все равно до полуфинала минимум доходят. Я Криштиана категорически не люблю. Я очень болезну и веду. Скажу, чтобы он оттуда ушел и не приходил бы, вообще-то лучше. Но… Португалия, вообще, она действительно как-то так… Ну, так… Ну, не по средственности, да. Ну, вот так. Здесь Вильям Карвали с Данилом Порейро почистят. Здесь Мутинио может что-то придумает. А там Роналду засадит. Там на них Порейро что-то похитят. Но больше надо поработать в обороне. А там Пепе все вынесет. Рядом с ним же 52-летний Джозеф Фонти сыграет. Но эта Португалия, она просто офигительная. У них проблема с Ротарем, Паша Руй Патриси, он на самом деле так. Ну, так. Может там с 30-ти что-то, пусть и ближний. Вот. А слушай, у них центр обороны Рубен Диеш, лучший игрок АПЛ. Да, на секундочку. И за это звание он бился с Бруно Фернандеш. На мой взгляд, лучшим центральным полузащитником последних полутора-двух лет мирового футболя. Самый стабильный по голам, по ассистам, по видению, по чтению, по тому, как он партнеров делает лучше. То есть, десятка в этой сборной Португалии тебя устраивает больше, чем четыре года назад, пять лет. Да. У него не десятый номер, конечно, нет? Я не помню. Не знаю, но играет он, наверное, где-то... Десятый у Бернарду Силы, по-моему. А Бернарду Силу, слушай, два года назад лучший игрок просто АПЛ, на мой взгляд, хоть и премии не получил. И он сейчас стал последние несколько месяцев возвращаться вновь на такие роли важнейшие. Ну, то есть, это топ из лучших игроков мира. Фернандеш тоже, понимаешь? Жо Канцелу в Сити, да, в конце он там пару раз снова уступил место, но он сыграл гениально. Вопрос тоже его использования. Жо Феликс там, может быть, чуть поздал, но все равно он топ. Диаго Джото вообще потрясающе, очень лучше Джокер сезона. Андре Силва за Франкфурт в этом году лучший бомбардир там завалил, там, мячи 25-30, не помню. Кто там еще? Ну, короче, Роналду тоже понятно. В общем, состав сумасшедший. И почистят все тот же Карвале, Пейрера, не испортят все тот же Жо Мутинь и Невиш. Ну, то есть, состав просто топ. Звучит, как будто ты описываешь будущего двукратного чемпиона Европы. Ну, перебор, да, уже будет. Но они, правда, они могут быть очень хороши. Окей, кто, Франция, Германия или Португалия, здесь будет первое, второе, третье место? Или Венгрия? Или Венгрия. Или Венгрия. Или Венгрия. Ну, это невозможно предсказать, мне кажется. Окей. Я думаю, что все-таки Франция должна быть первая. Тогда по всему... Я думаю, что все-таки... Я даже в Португалию верю больше, чем в немцев, на самом деле. Хотя я, конечно, не болею. По всему чемпионату Европы, кого ты ждешь в финале или около финала, кто должен пройти максимально далеко? Потому что ты вот сейчас называешь сборные, да, Франция топ, Португалия топ, Италия топ. Бельгия... Я... Ну, толком ничего не поговорили, кстати, как ты оценишь Бельгию? Бельгия топ. Бельгия топ. Англия с топовым составом. Ну... Давай так. Многовато. Мне кажется... Ну, многовато. Ну, это всегда так было. Ну, да. Слушай, ну, португальцы, им второй раз перебор, это Португалия хватит. А немцы, они все-таки проблемные. У них... Они не прогрессировали после чемпионата мира. Они очень многое меняли. И клуб... Ой, клуб... Лёв вернулся снова к Хувельсу, к Мюллеру. Я не знаю, правда. У немцев нету стабильного рисунка. Его нету. И то, что они выстраивают, не все в Германии понимают, это ли наше немецкое. Ну, в общем, я не уверен. Франция. Ну, в Франции есть какие-то проблемные места, но там абсолютно сумасшедший Пензимас, сумасшедший Папе, сумасшедший Канте. Я думаю, что Франция, безусловно, творит испанцы. Это слишком... Ну, тоже есть проблемы в обороне, проблемы со сторонами нападающих. Как бы Морено был, не был хорош, завели Реал, а Марата все равно остается Маратой. Вот. Поэтому Испании это, я думаю, нет. Англия, я не верю. Значит, вот на таких краткосрочных турнирах преимущество у тех сборных, у которых топовый тренер. Например, как Канте был в Италии, он может из говна сделать конфетку. Или как вот у сборной России Станислава Черчесова. Безусловно. Да. И нужен действительно какой-то мощный-мощный тренер. Манчини? И вот мы приходим к тому, что, как ни странно, но для меня Италия Манчини скрытый фаворит, об Италии чуть забыли в последнее время, после того, что чем чемпионат мира пропустили. Но вот это Италия Манчини, это прям то. В Бельгии, мне кажется, Лукако сумасшедшим провел лучше в Италии. Но и Аденазар не тот, и Дебрюйно входит в каком-то не том состоянии. Он не был хорош последние пару месяцев. Дебрюйно входит с переломом лица в чемпионат. Да. Но у них тренер Роберто Мартинес. Это вот как раз-таки их возможная поза. Поэтому я выделил бы Италию, безусловно, как фаворит. Почти тренер Локомотива, если что, Роберто Мартинес. Да, его хотел Игер посетить к нам. Окей. Спасибо тебе огромное. Тут на самом... О, я забыл. Тут еще есть вопрос для тебя от... А, и Англии. И Англии, извини, да. Ну вот как раз для тренеров, я не верю, что Саутгейт может довести их до чемпионата. Вот так можно сказать. Я понял твою мысль по тому, когда ты начал заход о том, что в краткосрочных выигрывают тренеры Саутгейт. Это... Есть вопросы. Как тебе, кстати, история про пять правых защитников? Это нормально или, ну, типа, странно? Слушай, но там, на самом деле, поросли прям такая хорошая. Ну, тем не менее. Там еще Ван Бисаку не вызвали из Манчестера. Ну, во-первых, Волкер может сыграть вправо в трех центральных. Как бы, Таран Александр Арменд вообще гений, хотя он не ситуация... Ты сейчас повторяешь слова Саутгейта. Как это? Да? Как тебе самому? Ну, это странно, это странно, да. Ну, я не знаю, я бы не вызывал кого-то. Или Волкера, или... Ну, Джеймса я бы не вызывал, да. Джеймс, как бы, молодец, прибавил, но он все равно, на мой взгляд, упал от. Итак, последний вопрос от нашего зрителя. Так, вроде, мониторил. В основном комментировали, что, кто, как там, к каким сборным относятся. Но вот был вопрос. Привет, Кирилл и Тим. Хотелось бы спросить. Допустим, человек N учится на экономическом факультете МГУ. Какие есть должности в футболе, в которых пригодились бы знания, полученные этим человеком в УЗИ? И как чаще всего люди без футбольного бэкграунда попадают на работу в клубы? Ясно, что существует долгий путь через РЖД, интересный путь. Но все же хотелось бы узнать о каком-то более прямом пути. Ну, мы знаем, ты много раз рассказывал про то, как ты попал в футбол. Но вот уже изнутри футбола тебе наверняка приходилось в том числе каких-то там людей смотреть, принимать на работу, может быть. И как вообще людям изне футбола попасть в футбольные клубы и в целом внутри футбола? Я никогда не смотрел на образование. У меня нет образования журналиста. Я не уверен, что мне это мешает. Я закончил финансовую академию, МЭО, Международный финансовый клуб. Я финансист, экономист. Ну, как бы… И… А как попасть? Ну, я не буду сказать, как я попадал мне в интервью. Об этом сказали случайно. Я много раз об этом говорил. Но сейчас на самом деле попасть можно, потому что все чаще и чаще клубы просто адекватным образом пользуются услугами рекрутеров и выставляют объявления на Headhunter. Ну, а я точно могу сказать, что я когда собеседовал, я никогда на образование не смотрел. И вопрос по сборной Германии и неприезд Ройса на Евро. Человек просто отказался принимать участие в чемпионате Европы. Как тебе в целом это и на сборной Германии, и вот такое вот решение? Я не знаю. Это решение Ройса. Ну, видимо, он понял, что не хватает сил. Не знаю. Не хочет просто сидеть. Понимает, что он в физике не та. Не знаю. Обидно. У Ройса со сборной не сложилось, конечно. И травмы были, и невезения, да. Но у них нормально с флангами. У них там Санег, Набрии, куда можно осунуть Аверса, Вернера. На сборной Германии это не кажется. Окей. Спасибо тебе огромное за то, что пришел в подкаст. Это было интересно. Удачи тебе поработать на Евро 2020. Ну, и чтобы все в дальнейшем сложилось, и мы чтобы тебя увидели в Локомотиве уже в каком-нибудь новом качестве. Я, по крайней мере, этого очень хочу. Спасибо. Спасибо, тем дорогой. Спасибо. Спасибо за приглашение. Давай. Пока. Да, счастливо. Пока. Ну, ребят, вот как-то так. Как-то так. Мне кажется, получилось очень неплохо. Кирилл, конечно, умеет складывать слова в предложения. И, в целом, мне, как человеку, который не особо был хорошо вовлечен в многие проблемы, о которых сегодня Кирилл рассказал про сборных, я, честно говоря, не знал. Ну, будем разбираться, будем узнавать. И вам спасибо за то, что пришли сегодня на подкаст, за то, что задавали вопросы. И до новых встреч. Скоро будут новые стримы и новые интересные гости. Пока.